Всем привет! Герой выпуска, который вы сейчас увидите, один из главных фотографов России. Дмитрий Марков, вы можете его знать по вот этому обалденному инстаграму, а полтора года назад он появлялся у наших коллег из редакции, уже много лет исследует Россию за пределами больших городов. Делает он это максимально глубоко, интегрируясь в сообщества, которые редко попадают на радары большинства из нас. При этом уже став звездой своего ремесла и проводя выставки в Нью-Йорке, Париже и Риме, он продолжает жить в Пскове, очень древнем, но очень скромном русском городе. Планируя этот выпуск, мы договорились с Марковым о следующем. Он знакомит нас с некоторыми своими друзьями не из Москвы и не из Петербурга. Мы приезжаем к ним в гости, общаемся, узнаем новое и этими знаниями делимся с вами. Сразу предупредим, этот выпуск не попытка объять все проблемы, все особенности и всю боль нашей страны. Этот выпуск — наше путешествие по двум регионам, не самым цветущим, но и не самым запущенным. И попытка понять на их примере, как живет Россия сегодня. Вперед! Ты же злишься, когда про тебя говорят «Дмитрий Марков фотографирует непарадную Россию». Ну это просто уже немножко подзаебало, так назовем своими словами. Да слушай, я не знаю, я считаю, что я фотографирую просто простых людей, которых большинство у нас в стране. Да, иногда есть какие-то сюжеты непростые, но это отчасти связано с тем, что в принципе у нас все непросто, а отчасти связано с тем, что это часть социальной работы, в которой я занимаюсь. Но по большому счету, если так посмотреть, я все-таки снимаю, что называется, среднюю температуру по больнице. Просто обычные жители и обычные ситуации, обычные места, которые возникают. Автовокзал каком-нибудь в каком-нибудь райцентре. Это обычное место, которым пользуются вообще все. Ну а если кто-то привык больше там видеть торговый центр или там… Или Шереметьево-Б. Да, да. Это не факт, что там находится вот этот средний уровень. Средний уровень, вот он, на автовокзале, в спальных районах. Ну я считаю, что Дима делает величайшее дело. Вынести на, скажем так, гламурную московскую тусовку провинциальную Россию, это великое дело. Потому что это как раз сработает на сокращение вот этого разрыва между столицей, между жизнью столицы, миром столицы, и жизнью России. Потому что этот разрыв, как ни крути, есть. Да слушай, какая гламурная тусовка. Все, блин, родом из этих панельных пятиэтажек. У всех в анамнезе это есть. Во-первых, не все, Дима. Некоторые там родились все-таки, есть и такие люди. А некоторые уехали туда настолько давно, что просто забыли, как это есть. Ты находишь ходы в такие места, куда даже не всем местным путь-то открыт. То есть какие-то сообщества, какой-то узкий спектр, вот такой вот взгляд с такой стороны, когда просто проходишь мимо, не замечаешь. Дима замечает. А эта дистанция между Москвой и Россией, она большая? На мой взгляд, да. Она большая в том плане, что Москва на освещение тратит больше, чем Псковская область на здравоохранение, например. Ну просто когда ты начинаешь вот такого рода вещи сравнивать, стоимость положенной плитки и стоимость содержания всех детских садов всего региона, когда это сопоставимо или когда плитка оказывается не на несколько порядков дороже, например, то ты понимаешь, что вообще-то другие проблемы, правда. То есть расскажите москвичу, что есть зарплата 3,400 в месяц. 3,400 в месяц. А чья эта зарплата? Это сельские посчитали получают. Им минимальную ставку делят на 3-4 части, потому что у них неполный день занятости или что-то такое. И платят им 3,400 в месяц. Россия, она какая? Ну, разная. Ты знаешь, мне сложно это сказать словами, вот как-то, да, сформулировать слова все неизвестные, ну, вечно уходят куда-то не туда. Все, мы приходим вот к этим вопросам, да, кто виноват, что делает. Ну, это важные вопросы. Важные вопросы. Ну, у меня нет на них ответов просто. А с картинками все-таки немножко по-другому. Ты там можешь сформулировать какие-то такие сложные, тонкие вещи, исходя из своего опыта, из опыта людей, которые на это смотрят. И какая Россия? Ну, вот надо, если посмотреть мои фотографии, в большом объеме, вот я там пытаюсь это сформулировать, но это не то, что можно сказать словами. Это скорее такое новое ощущение. Прекрасная Камчатка. С недавних пор для нас особенный регион. И к новостям оттуда мы относимся с особенным интересом. Один из последних удивительных инфоповодов на Камчатке решили создать Министерство счастья. Официально оно будет называться Министерство социального благополучия и семейной политики. Ну, а в сокращенной версии, которую используют сами чиновники, Министерство счастья. Когда об этом стало известно, все сразу же вспомнили великую антиутопию Джорджа Орвелла 1-9-8-4. Там тоже было Министерство счастья или в другом переводе Министерство любви. Я читал ее еще в студенчестве. Она меня, как и любого молодого человека, впечатлила. И вообще, это важная книга для факультета журналистики. Но вот другую известную книгу Джорджа Орвелла «Скотный двор» до недавнего времени я не читал. К счастью, есть Storytel, с помощью которого можно решить эту проблему. «Скотный двор» — это сатира на революцию 17-го года, на тоталитаризм, на диктатуру. Только там не люди в героях, а животные со скотного двора. Не знаю, в курсе вы или нет, но Джордж Орвелл привнес в язык человечества очень много понятий и терминов, которыми мы пользуемся ежедневно. Это и «Большой брат», «Холодная война», «Новояд». Еще есть одна фраза, которую вы наверняка слышали. И тут Вениамин впервые изменил своим правилам и прочел кашке, что написано на стене. «Одна единственная заповедь. Она гласила, все животные равны, но некоторые животные более равны, чем другие». Кстати, для фанатов Орвелла, в Storytel впервые на русском языке дневники Орвелла. 26 часов записи. Ну и если приложения Storytel у вас до сих пор нет, вот несколько причин, почему его нужно немедленно скачать себе на телефон. Огромное количество контента на русском и английском языке. Если не знаете, что послушать, в Телеграме есть специальный Storytel-бот, который поможет подобрать что-то органичное и интересное. Куча удобных технологичных примочек, разные скорости воспроизведения, режим сна, возможность загружать книги на телефон и слушать в офлайне. Ну а если вы не только слушаете, но и пишете, то для вас будет полезен раздел Storytel Hub, куда любой желающий может загружать свой контент в аудиоформате. Интересный контент теперь есть не только в приложении. Storytel запустил свое онлайн-медиа «Жизнь в историях». Познавательный блок про литературу и все, что ее окружает. Оформить подписку на Storytel можно по ссылке в описании. А если вы решите сделать это на год, то сейчас это можно сделать особенно выгодно. Со скидкой 42%. Ныряем туда, оформляем подписку на Storytel и помним, даже таких, как я, он делает чуточку умнее и образованнее. Вперед! Все, нет больше дороги, да? Да, кончились. Вот они. Мы реально с асфальта сворачиваем на песок, потому что песок лучше, но помягче. Это, блядь, как нахуй? Ехали мы, ехали. Малышечка моя чуть-чуть сползла. Да, вроде бы нормальная обочина была, а оказывается, песочная немножко. Не скрою, когда мы задумывали выпуск про тебя, мы не думали, что найдем тебя в этом месте. Как ты здесь оказался? Ну знаешь, я тоже не думал, что я здесь окажусь, когда таких планов ты не строишь. Вообще я здесь уже второй раз. Ну да, у меня есть проблемы с употреблением. Иногда она просто принимает такую форму, что уже не в состоянии сам справиться. Приезжаю сюда. Я пять раз был в больнице, там снимали ломку. Потом все равно выходил, употреблял. Ну здесь просто находишься как бы в таком терапевтическом сообществе, в изоляции тебе помогают. Это как-то помогает в себя прийти немножко. Ты заторчал, да? Да. Что это? Вообще как бы у нас здесь не принято называть, произносить название веществ, упоминать суммы денег и говорить о нераскрытых преступлениях, чтобы не сделать присутствующих участниками. Ну, героинный тогда он. В общем, расписание, как мы живем. Понедельник, пятница, суббота, воскресенье. А ПХД? Парк «Хозяйственный день» это глобальная уборка, которую мы делаем раз в неделю. Вообще как бы мы умираемся каждый день. С утра влажная уборка, вечером сухая. Но ПХД это когда мы двигаем кровать и как бы все там тщательно убираем, намываем, смылом и так далее. Ты говорил, что в воскресенье у тебя по расписанию мытье туалетов. Тут как бы есть дежурство, на которое каждый день они ставятся. Но в воскресенье в какой-то я на туалетах стоял. На самоизоляции. Сейчас очень много людей вообще слетело, потому что когда ты в процессе, в рабочем как-то все-таки это помогает сохранять чистоту. А когда все как бы обрубили, никуда не уехать, ты сидишь дома как бы два месяца. И в общем да, я немножко засвистел. Когда эта проблема тебя коснулась? Вообще впервые? Да. Лет 18, наверное. Где ты тогда жил? В Подмосковье? Да, я тогда ушел из дома и жил как-то с друзьями. Ну знаешь, это такая тоже типичная история как бы вот этих всех подмосковных районов. Там в моей компании все употребляли. И это как бы было вполне таким естественным для многих времоперепровождением. Ты рассказывал, что у Ярославского вокзала тогда все муалетки лежали унюханные клеем. Ну да, я помню вот это вот 90-е годы, когда мы там ездили в Москву. Это было прям все. Посмотри фильм «Дети ленинградского». Я вот не могу до конца досмотреть. Ужасный фильм. Там иностранцы приехали из Нидерландов, по-моему, и снимали всех вот этих вот обдышек. Там дети 11-12 лет. Ну то есть постоянно. Ты не помнишь эту ситуацию? Когда ты идешь вот на Комсомольскую по этому переходу большому, и они прям по бокам там сидели все с пакетом. Я вот здесь вот живу. Высоким пацанам тесновато? Ну ничего, справляются. Реабилитация не должна быть комфортной. Слушай, вы не спите здесь, да? Нет, это я не сплю. Просто это связано там с веществами, которые я употреблял. Вот ты представляешь, как бы сейчас же рана еще светает, и вот ты лежишь, как бы не можешь уснуть. Я считал вот на этих, на подвесных потолках черточки вот больше одного сантиметра. Ну то есть потому что как бы во время отбоя ты не можешь выйти как бы, да, ты должен... Местовец, да? Ну да. И сколько их там? Ну вот у меня надо мной самая такая насыщенная, там порядка трехсот этих черточек, трехсот пятидесяти. Это же просто жесть. Это жесть, да. И ты не можешь, когда уже, когда уже, ну, сигнал на подъем, как бы ты уже восемь часов вот лежать в потолок смотреть. А что тело потом чувствует? Ты как из ваты сделал? Это ужасно. У тебя как бы сливается один день, другой, день сурка какой-то наступает. При этом, ну, тебя, ну, представляешь себе не спать, это немножко кукушка уже начинает ехать. Да. Терапевтично, вот это называется перелом там на сухую. Потому что когда ты под препаратами это все проходишь, ну, не ощущая ценности вообще, как бы вот, как бы это сказать-то... Под препаратами тебя в легкую выводят? Ну да, в легкую выводят, и тебе просто там потом легче сорваться, потому что ты не понимаешь, как бы до чего ты там дошел, да, в каком-то состоянии это организм был. А когда так не поспишь пару дней, то... Пару недель. Пару недель? Недель. Вот я две недели не спал. Ну, то есть я вырубался в сутки, в двое суток, может, 15 минут, я сознание там терял, ну, а потом все, встаешь и дежуришь. Мое удивление, которое, в общем, рассеялось после выпуска про ВИЧ, но все эти истории героин и метадон, они до сих пор доступны? Они до сих пор в ходу? Конечно. Мне кажется, что это из прошлого. Это история с 90-х? Ну, есть, ну, как бы да, сейчас, конечно, популярны другие наркотики. Даже вот здесь у нас в центре половина, наверное, ребят молодых уже заехали там с проблемами там вот этих современных китайских наркотиков. Спайсы и соли там, да. Вообще там ужас просто, что происходит. Очень много сейчас, ну, вот ребят выздоравливающих, у которых большой срок чистоты, и напрямую искать героинщики, когда вот они выздоравливают, набирают большой срок чистоты, они как-то очень неплохо как бы социализируются и встраиваются в жизнь. А с этими солями там прям, ну, я реально видел ребят, которые за полгода употребления, ну, получали психиатрические диагности типа шизофрении, и это уже была точка невозврата, уже как бы невозможная. Просто потому что он долбил? Ну, потому что, да, ехал, крыша просто натуральная. Ну, здесь у нас кухня, здесь склад ШК. ШК – это же в кухне, там находятся продукты питания, все остальное. Кухня… И обрати внимание, самый большой замок здесь, именно там, где склад продуктов. Ну да, тут на самом деле есть еще правило дома. Своевольный заход на кухню, 50 гербов. Герб – это… Местная валюта? Нет, это такой абзац текста, очень большой, который необходимо написать от руки в случае, если ты прострафился. А 100 своеволей? Ну, это изречение, что своеволе и путь к употреблению, то есть тоже надо 100 раз написать это, если ты залетел. А учитывая, сколько муки мне достаёт любое заполнение от руки документов, я понимаю, что это серьезное наказание. Ну да. Кухня? Кухня. Ну, здесь мы готовим еду. Готовят еду сами резиденты, у нас нет повара, просто мы меняемся по дежурствам. Вот сейчас тут идет у нас приготовление. Ты готовишься? Я в прошлый раз, когда был на прошлой реабилитации, да, я готовил что-то, но это не мой конек, так что я лучше обратно на туалет пойду. Кино типа «Реквием по мечте» здесь легко могут показать. Ну, конечно. Ну, «Реквием по мечте» здесь как бы каждый смотрел дома. Все понимают, о чем это. Ну и в принципе, как бы события «Реквием по мечте» у многих были в реальной жизни, поэтому фильм смотреть особо смысла не надо. «Реквием по мечте» ты когда посмотрел? Когда он только вышел. Когда это там 2000 год, что ли? 2001-й. А ты к тому моменту уже употреблял? Ну да. Слушай, а я когда посмотрел, у меня было полное ощущение, что если такое кино показывать в школе, то это будет очень полезно. Ну, в том смысле, что количество людей, которые захотят так же дать себе повение, но резко сократится. Это слишком романтический взгляд. Видишь ли, в чем дело? Вот смотри, как у меня было там, не знаю, 17-16 лет. Мы там курим, ну, анашу, да? И себя не считаем наркоманами, потому что есть какие-то ребята, которые жрут таблетки, а мы это не делаем. Ну, то есть мы хорошие. Проходит полгода, мы едим таблетки и думаем, ну ладно, есть, которые колются, а мы-то как бы нормальные. Проходит еще полгода, мы колемся и рассуждаем, ну ладно, мы-то не воруем, не тащим из дома, ну и так далее. И понимаешь, каждый раз ты себе намазываешь на то, что ты неплохой, тебя это обойдет. И так же рекомен по мечте, ну что там? Такие вот яркие картинки на самом деле, ну, ты же... Никто же не хочет становиться наркоманом с ампутированной рукой на старте, да? Все думают, что у тебя будет какой-то особый путь, тебя эта ситуация не затронет. И ты понимаешь, а потом бац. Ты знаешь, очень хорошо на группе один парень сказал. Он говорит, вот опять как бы ты где-то там... В спальном районе что-то вот, да, ты там бегаешь, рыскаешь, ну тебе надо вот это все получить, тебя уже как бы подкумаривают, и ты вот ходишь, ночь как бы, и думаешь, сейчас какие-то хулиганы выскочат, тебе там череп проломит. И потом бац, ты понимаешь, что единственный, как бы, вот, ну, маргинальный элемент сейчас, в квартире, это ты сам. И вот когда это осознание приходит, оно, знаешь, всегда обескураживает. Ты фотограф-звезда. Ты один из главных русских фотографов прямо сейчас. Но при этом ты продолжаешь жить вот этой жизнью, которая у тебя была с детства. Ты не можешь вырваться из этой среды, про которую ты обалденно рассказываешь, но частью которой ты тоже стал, как я понимаю. Почему? У тебя же вроде есть все для того, чтобы хотя бы в рехабане заваливаться. Слушай, ну смотри, я вырос в семье, как бы, у меня отец алкоголик. Вот ты представляешь себе, как бы, там, с детства, ну, то есть наблюдать вообще, как бы, с пеленок, да, там, отца в употреблении постоянном. Ну, как ты думаешь, что это повлияло на мою картину мира? Ты сейчас как сказал, что я стал частью? Да я нифига не стал, я как бы был этой частью. Просто удивительно, что откуда-то возникла фотография. Поскольку отец у меня слесарь, мать работала швеей на фабрике, и фотография, в общем-то, непонятно вообще она, откуда взялась. Ты сейчас выходишь. Мы хотим провести с тобой некоторое количество дней. Насколько ты в себе уверен относительно того, что ты, что наши встречи не будут срываться? Ну, слушай, я много где как бы облажался по жизни, но вот в профессиональной моей деятельности вроде пока косяков особых не было. Ну, так что я думаю, все нормально. То есть наши договоренности будут тебя мотивировать? Меня вообще как бы фотография, если бы я не фотографировал, мне кажется, я бы разделил печальную участь всех моих соупотребителей с детства. Как ты понимаешь, они мертвы все уже, ну или в тюрьме. Все-таки фотография меня как бы вот мобилизирует и держит. Хотя как бы консультанты здесь говорят, что это просто то же самое употребление, просто в более такой щадящей и неразрушительной форме. Мы в Порхове. Это небольшой городок Псковской области, 80 км от Пскова. Ты здесь жил, да? Да, я тут провел лет пять, наверное. Не во Пскове, а здесь? Именно вот здесь вот. В 2007 году я приехал волонтером в детский дом, в лагере работал. И после этого как-то так я прикипел к местной жизни, что остался. И работал несколько лет в организации, которая занимается ребятами из детского дома для университетов детей. И вот мы сегодня заедем в мастерские, где выпускники трудятся. Это была школа когда-то? Да. Что с ней потом произошло? Школу закрыли, как это бывает в деревнях, в глубинках. Потому что некому ходить в нее? Да, под конец. Но в последний год, когда она действовала, в нее ходило порядка 10 человек. Потом ее закрыли, выставили на аукцион, и наша организация ее смогла выкупить. Так, и что здесь сейчас? Здесь находятся интеграционные мастерские, которые принадлежат благотворительной организации «Проба Росток». На сегодняшний день здесь столярная мастерская, свечная и бумажная. Это места для занятости ребят, наших подопечных, у которых есть диагнозы умственной отсталости. Для того, чтобы они интегрировались в какое-то ремесло, в жизнь, есть вот такие мастерские? Да, для того, чтобы они обучались. И у нас среди подопечных есть сложные ребята, которые не обучаемы. Но в то же самое время они приходят и что-то делают. Вот сейчас лето, они подгробают траву за бригадой, которую скосили, они там сидят, что-то разукрашивают. И с многими ребятами у нас заключены трудовые договора. Мы же их в конечном итоге обучаем в полноценной самостоятельной жизни, социализируем в обществе. Несколько лет назад было принято решение им платить за это денежку, чтобы они понимали, что их труд тоже стоит денег. Это поделки от Андрея. Андрей – это один из первых наших подопечных, у которого есть проблемы со зрением. Он очень плохо видит. Но в то же самое время вот он делает такие штуки, будучи почти слепым. Но это к тому, что в принципе все при своем желании у нас все заняты. Андрей, а почему такие штуки? Почему автоматы? Нравится военная тема? Ну это как просто образцы, потому что у меня отец сам военный был, но он мне не объяснил. Ты сам дошел? Да. Ага. Ну постоянно смотрел в ланкачические боевики, смотрел постоянно. Вот и оттуда копия. И сам уже в поле неслось в нее в голове. А зрение у тебя какое? Ну сейчас очень плоховато. Но он тебя не видит? Ты меня не видишь? Только образы. Нет, вижу, конечно, но очень слабовато. А, и ты несмотря на это вот такие вещи делаешь? Ну да. Ну ты красавец. А рисунки твои? Да. Я могу ощущать руками, даже в темноте. А вот это кто? Ну я когда посмотрел фильм «Гудиатр». А, с Расселом Кроу который, да? Ну да. Ты же тоже детдомский? Да. Со скольки лет ты там был? С восьми. Почему там оказался? Мать с отцом разошлись, поехали, жили в Блокнянском районе, Псковской области. Поехали с матерью в Новосибирск. И она меня оставила в Москве на трех вокзалах. Как оставила? Не знаю. Просто оставила на трех вокзалах. В какой-то момент понял, что я один. И все. Сколько там правил один? Я не знаю. Ну это неделя, две, месяц. Я думаю, ну это около месяца. Потому что сотрудники, тогда еще милиция, пытались задержать. Да, помимо меня еще, еще был парнишка. Мы убегали. Жили с бездомными людьми. Я помню, среди этих бездомных был музыкант. Вот там что-то они пили, играли. В переходе? Да. А мы танцевали. А, я думал, какой-то лавах из этого получил. Ну как бы думаю, живя на вокзале, я никогда не испытывал чувство голода. Постоянно был сыт. Там есть что перехватить? Ну да, вот постоянно. А в детдоме? Испытывал ли чувство голода? Да, испытывал. И у тебя никого не было, кроме матери, которая бросила? Ну и отец. А. Который остался в Псковской области. Потом, спустя, наверное, год, мне сказали, что он погиб. Про маму ты слышал? Про маму первый раз слышал, учась в девятом классе, что она нашлась в Новосибирске. Я не помню, сколько времени назад. Лет, наверное, десять. Первый раз нас законтактировал Дмитрий. Он ездил туда, в командировку. Дима Марков? Да. У меня был адрес в личном деле. Я дал Диме, ездил туда, к ней. И как-то тоже не сложилось общение. Я пытался наловить. Мне уже было на тот момент лет, наверное, больше двадцати. Девятнадцать-двадцать. Спустя пару лет назад, когда я уже занимался со своей сиротской недвижимостью в архивах, вылезло такое, что я не первый ребенок у нее. я в будущем номер телефона был, я позвонил узнать, на что получил ответ «не твое дело». И номер телефона, походу, сменился. А не твое дело от мамы? Да. Ну вот, как бы не пытался. А она не хочет? Ну да, контакт не пошел. Ты понимаешь, почему? Ты понимаешь, почему? Ну, человек такой. Мне кажется, просто нет у нее никакой ответственности, что ли. Не знаю. Это Сережа. Серега, привет. Здрасте. Наш художник. Как дела? Нарисуем. Это Маша из «Маши и медведя»? Да, мультик такой был. Есть. Мне нравится. Это вам нравится? Мне не очень. Мне больше фиксики нравятся. Видел фиксиков? Я понял. Это где всегда какие-то технические проблемы? Ну, это шайбы, болтики. Я тоже смотрел. Да. Я просто много нового узнаю. У меня очень плохо с физикой. Тоже могу нарисовать. Да? Этих физиков. Фиксиков? Фиксиков. Фиксиков. И это будет просто разделочной доской, да? Да, да, да. А потом лаком будут покрывать ее? Потом лаком покрываем. А ты будешь это делать? Ну, я буду делать. Тебя тоже делаю. Лаком покрываю. Ну, то есть покроется, и все. Она высохнет, и можно будет потом на этом хоть салат резать, хоть колбасу. Да, дарить можно, продать. Ну, куда хочешь. Или подарок сделать хороший. А где они живут? Живут в наших квартирах сопровождаемого проживания. У организации есть четыре квартиры сопровождаемого проживания. В том числе есть квартира пробного проживания, где вот в этих квартирах четырех ребята живут под круглосуточным наблюдением со воспитателем. И когда мы понимаем, что он может жить самостоятельно, мы ему даем возможность, шанс попробовать пожить самостоятельно в нашей квартире. Там за ним присматривают, разумеется. Но уже не круглосуточно, а просто раз в неделю приходит социальный педагог. У нас есть своя социальная служба, в которой работают социальные педагоги и, в принципе, всех наших подопечных, даже тех, которые живут самостоятельно, которые от государства получили квартиры. Все равно наши социальные педагоги их сопровождают, потому что наши ребята полностью самостоятельно жить не могут. – Почему ты вернулся? – Ну, наверное, захотелось взять какой-то вот перерыв в физической работе, водительской. – Это твое основное место работы? – Да. – Ты живешь в Порхове? – Да. – И работаешь в деревнях, которые рядом? – Ну, в которых находятся объекты организации. – Да. Очень странный, тупой вопрос, но все равно. У людей, которые будут смотреть, он возникнет. И круто, если ты сможешь сформулировать. Зачем ты этим занимаешься? – А кто? Ну, кто будет этим заниматься? Просто этим надо заниматься. Я очень долго работал за деньги. И сейчас у меня очень хороший возраст, в котором можно уделить, наверное, несколько лет жизни, чтобы поработать для души, для себя, для ребят, для других. – Это не про деньги? – Нет. – У тебя есть зарплата? – Да. – Ты можешь ее назвать? – 20 тысяч. – Тебе хватает, чтобы жить? – Да, очень сложно перестраивался. Есть какие-то заработанные ранние деньги. Очень сложно было перестроиться, когда ты получаешь зарплату 20 тысяч, а по банковской выписке смотришь, что у тебя расходы – 40 тысяч. Понимаешь, что так нельзя, так не надо, надо как-то это. Но все равно можно, если выстроить рацион питания, выстроить какие-то свои необходимости. Но я не озвучиваю зарплату, которую я ранее получал, потому что разница в пять раз, она, конечно, у людей… близкие друзья, которые знают, что работал за эту сумму, а тут переехал на эту, все, конечно, немножко в недоумении. Последние годы работы в Москве у тебя зарплата была сотка? Ну, около. Плюс-минус, плюс подработки, плюс какие-то вещи. Сотка выходил. И твоя стратегия – поработать так пару лет, а потом? Уехать, либо уже здесь так и остаться. Приезжал вообще изначально на два месяца. На два месяца? На два месяца. А остался? Потом случился карантин. Ты понял, для чего он переехал? Чувак был помощником галериста, модного, концептуального московского художника. А тут он вернулся в районный центр. Мы, насколько говорили, более в этом поиск себя какого-то, своего истинного места. Может, момент с тем, чтобы оглянуться назад, посмотреть. Не знаю, мне в свое время переезд в деревню на меня тоже очень благотворно повлиял, в отличие от жизни в Москве. Ну и опять, знаешь, этот опыт… Может быть, если действительно есть этот… Я думаю так, что есть этот опыт, позитивный опыт жизни в провинции, именно в этом спокойном каком-то режиме, меня он прям не отпускает. Я после этого не смог уже в Москву обратно перестроиться. Хотя, казалось бы, я родился, но мне более привычный большой город, чем Псков. И чем уж деревня тем более. Да, я не понимаю, почему многие люди, особенно сейчас на удаленке, почему они продолжают оставаться в Москве, а не переезжают в какой-нибудь город, ну, я не знаю, города Золотого кольца, или же, наоборот, куда-нибудь ближе к югу, или же еще что-то. Я за то, чтобы города развивались. Потому что не может это в бесконечности продолжаться. Не может один город, три города, два, притягивать к себе вообще все, а в остальных как бы нехватка денег, врачей тех же ресурсов. Всего, да. А корабль твой? А, да. Это я сам рисовал. Ну, корабль просто ништяковый. Как тебе эта терапия помогает? Ну, конечно, напряженно. Потому что голова работает как импьютер. И тяжело, да? Да, вообще-то да. Особое воображение. Ты сам как интерпретируешь эти все калаши и винтовки? Ну, из телека, из телевизора. В принципе, это, наверное, не только про наших ребят, а вообще здесь смотрят только русское кино и слушают русскую музыку. А что другое из наших русских фильмов, когда по телевизору показывают действительно только русские сериалы, которые связаны каким-то образом с войной, ментами и прочим. И вот у него, мне кажется, это прямой перенос информации в свои поделки. Что самое проблемное в русской провинции? Отсутствие работы. Ее нет? Да. Либо она очень низкооплачиваемая и… Да. Наверное, не отсутствие работы, а очень низкооплачиваемый и тяжелый физический труд. Есть понимание, почему так? Так просто заведено. Это средний уровень такой. Заведено в России или заведено в мире? В России, я думаю. Просто в других странах за подобные вещи те же фермеры они получают на уровень больше. Живут чуть по-другому. А что с ней потом происходит? Это подарок будет или…? Ну, это я здесь продавать не знаю. Я в Туре, работаю. И чтобы деньги… Чтобы деньги были? Да, платить. А сколько тебе лет? Ну, у меня сейчас 36 пока что. Я жил… Я еще в ультернате еще там был. Еще там в ультернате… Ну, был в ультернате еще сидел. Там сюда приехал. Ну, там просто плохо там, потому что было. Сюда приехал. А там плохо было? Да, плохо было. А что именно? Ну, там не то. Хочу говорить, но… Обижали? Да. Плохо было там было. Ну, здесь лучше как-то тут. Нормально будет. А может мы купим у тебя, нет? А, ну, как хотите. Как у вас это можете выбрать. Слушай, мне нравится очень вот это. Ну, венец. Прям… А рыбкой, молодец. С рыбкой, да? Да. За сколько продашь нам? Ну, я не знаю. Я здесь первый раз, потому что не сработаю. Так. Тут продают доску. Дима, мы можем купить, нет? Можете. Можем? За сколько? Двести. Двести рублей? Да. Могут ли они когда-нибудь самостоятельную жизнь начать? Нет. Так не бывает? Бывает, но все равно хотя бы какая-то… Все равно поддержка нужна. Наши ребята очень верят людям и не ждут каких-то вещей. У нас были случаи, когда цыгане обманным путем изымали порядка 100 тысяч рублей из накопительных средств. Такие тоже истории есть. И когда там втираются в доверие и могут что-то вынести, украсть, забрать. И этого… Ну, это просто вот… А забирать есть что? Потому что за время в детдоме копятся какие-то деньги? Ну вот сейчас те ребята, которые у нас работают, даже ребята, которые работают в бригадах по благоустройству, которые считаются самостоятельными, у них есть у всех социальный педагог, который многим ребятам распределяет их… Вот у них есть пенсия, есть зарплата, распределяет эти деньги, дается сумма на питание. Они приходят раз в неделю, берут деньги на питание, несмотря на то, что они живут самостоятельно. Походы в поликлинику, походы по каким-то своим бытовым делам, что-то оплатить – они тоже делают сопровождение социального педагога. Ты как-то говорил, что худшее место, в котором ты оказывался – это Манхэттен? Ну, оно не то чтобы худшее, оно просто… Место, в котором тебе было неудобно, непривычно – это Манхэттен? Ну, вообще, да. И в Париже тоже мне было не по себе. На каком-то мероприятии нас знакомили с местными фотографами, журналистами. И вот утром мы сидели, там бранч был, или завтрак, или что-то такое. Меня попросили, мне что-то сказали и показали на салат. Я подумал, что мне, знаешь, бабушка говорит, что ты сидишь – ешь. И я взял его и начал есть послушно, а мне просили передать его. Это было очень неловко. Ну, я не знаю, как себя там вести. А в Мурманске или, я не знаю, где-то, в Сызрани, мне все понятно. Был ли момент, когда ты понял, что все не зря? То, чем я занимаюсь, нравится тем, что я вижу результаты этой работы. Ну, каждый раз. Я вижу, зачем это надо. Я когда еду на своей машине по городу, и вижу, что наши ребята идут по своим делам, несут пакеты с едой купленной. Я понимаю, что это круто. Я понимаю, что инвалиды. То, что они инвалиды, от этого никому не плохо. Я не должен жить в обществе. Это видно, это результат. Это результат всей организации. Я в организации. Значит, это и часть моего труда. Ты помнишь, спрашивал еще на Ребе, будет ли что-то, что за нашу поездку тебя что-нибудь удивит? Вот я думаю, эта встреча себя точно не оставит равнодушной. Слушай, а ничего, что я мороженое радугой ел сейчас? Вообще пофигу. Не пропаганда? Вообще пофигу. Тогда супер. А куда звук, кстати, будем цеплять, Денису? Вот это вопрос. Звук слушай, сейчас придумаем. Знаешь, я один раз видел украинское ток-шоу, и там парень решил сцепотировать, и вышел по торсу, без футболки, и ему на сосок прицепили звук. Блядь, сексуально. Блядь. Меня зовут Дэн. Представляю экстремальное силовое шоу «На пределе». Люблю хардкорные тренировки с экстремальной начинкой. Начинкой? Начинкой. Ты отсюда? Толстская область. Город Порхов. Да, из города Порхова. Ты здесь родился и вырос? Родился и вырос. Абсолютно правильно. На кого ты учился? Для дисклаза образования. Да? Да. А что делал после них? Работал. В армию ходил? Конечно. Где ты служил? В север Мурской области. Когда ты увлекся вот этой историей? Все это было достаточно… Дай угадаю. Ты посмотрел фильм с Александром Невским? Разгадал, да? Конечно же нет. Как все это было? Все это было плавно. С детства спортом занимался. Мне всегда было увлечение к спорту. Это была легкая атлетика, карате. Потом все это перетекало в работу с тяжестями, железом. Потому что был дрячем вообще. Хотелось маленько поправить себя. Изменить. Мне это вообще напрягало. Все это шло, что шло. Любил всегда какой-то хардкорный тяжелый спорт мужской. Да? Все это двигалось. Задумался. Посмотрел подобные экстремальные шоу. То есть, блин, прикольно ребята делают. Мне что-то не хватало какого-то экстрима. Еще большего. То есть. И все это шло, ехало, шло. На следующий день утром проснулся. Пошел за гвоздями. Начал гнуть гвозди. Начало получаться. Вязать. Потом работу с трюками на шею начал делать. И разнообразная работа пошла. С камнями, андеграунд. Всякие неудобные предметы. Что молодежь здесь делает? Возраст какой? Ну, вот твой возраст. 25 лет. 25. Вкалывает на серой работе. Есть время, бухает, отдыхает. Ну, отдых это такой вот. На природе пивка попить, полежать. Ютубчик посмотреть. Ну да. Тебя грянуть может. Он что-то выпустил нового. Что твой заработок сейчас? О таком заработке говорить даже стыдно и страшно. Можно прихватить сердце. То есть, ну, это 20 в пределах 25 тысяч рублей. А что ты делаешь? Это универсальная работа в строительном магазине. Мастер на все руки. Разнорабочий? Абсолютно верно. Ты на свадьбе выступал пару дней назад? Ну да. Тяжело было выступление. Сколько тебе стоит выписать туда? То есть, в зависимости от заказчика. Различные выступления, различные заказчики, условия. То есть, ну, 4-5 тысяч. Если Даню будем женить, приедешь выступать в Москву? Приеду. Да, только не за 5 тысяч рублей. Давай. Давай. Дормозим. Все, мы поняли. Ты сильный. Вот это стоит от лопаты, да? Ну, наверное, да. Нет ваты, наверное, от лопаты. Я бы так погнул, интересно? Конечно, это легко, она посмотрела. Да. Да. У тебя просто зверь хозяин, а ты барсик, да? А ты барсик. Так и должен быть. Что ты мечтаешь? Мечтаю. У меня сейчас на данный момент цель создать самое клевое шоу. То есть, вообще, самое клевое в России. Возможно, и вообще, в принципе. То есть, чтобы в нем было, грубо говоря, динамические подъемы. То есть, поднятие тяжестей, нестандартных, неудобных тяжестей. Есть такая тема, я это называю, суицидальный атлетизм. То есть, это экстремальные трюки с большим риском и опасностью для здоровья. И изометрические хулиганства, деформация стали, ломание предметов. Еще есть, вот эти дырочки все надо закрыть, которых я еще не достиг результатов. И еще хочу добавить акробатики в свое шоу. То есть, это сальто с гирями, хаджба на руках с зубами, в зубах гиря. То есть, разные моменты. Постоянное развитие, развитие, развитие. И еще ставить шоу, именно как шоу. То есть, добавить какого-то фаера. Можно девчонок голых, в принципе, пофигу. Ну, клевое должно быть. Красивое шоу, оно же клевым. Брутальным, клевым, драйвовым. Чего тебе не хватает для этого сейчас? Наверное, пока приходится еще работать на обычной работе. То есть, надо сейчас избавиться от работы. Маленько нежатый. Дергать, развиваться и дергать. Я так понимаю, что тебе нужен человек, который бы помог это все организовать. Это было бы круто, конечно. Некий продюсер, который бы пришел и сказал… Это было бы вообще фантастически. Это как сказка была бы. Да, это было бы сказкой. Вообще идей много, я горю огнем. Но сложновато пока. Но я официально все сделаю. Достигну в любой цене, в любом случае. Такой Псковский Иван Поддубный. Он же тоже мечтает вольнуть? Слушай, я так понимаю, что у него больше мечта просто в цирке. И неважно, где этот цирк. Если этот цирк будет… В Костроме? Если он будет… А сейчас, кстати, много таких цирков, которые ездят из одного города в другой. Я думаю, вполне бы он в такой вписался бы. Мы сейчас едем по русской провинции и показываем, как она живет. Как она живет? Сера. Живет Сера. Серый. А почему Сера? Ну, потому что безработица. Так вроде же с колен поднялись. Думаешь? Стоят, мне кажется, все еще. В чем проблема, как думаешь? Ну, почему так? Почему страна с ресурсами богатая? Проблема во власти, да и в самих людях. Сами люди ждут от кого-то, от власти какие-то шаги. То есть человек должен сам что-то предпринимать в первую очередь. Ну и от власти тоже. Мы с властью закроем эту тему, да? Почему закроем эту тему? Не, ну можем продолжить. Так. А почему закроем? У тебя не будет проблем? Что ты про власть хотел сказать? Все-таки шоу надо ставить, да? Да, конечно. Один вопрос только про власть. Да. Объясни, почему даже такие чуваки, абсолютно бесстрашные, как ты, когда речь заходит о том, чтобы поговорить про тех, кто управляет государством, они начинают робеть? Ну, робеть, потому что все закончится, вот это, весь драйв-кураж тогда сразу. Ммм. Такая вот штука. Чик. И там не будет шоу. Ммм. Там будут черно-белые дни с дерьмовой едой в окошке и все. Мне кажется, что редко люди задумываются о классовом разделении, как ты говоришь. Ну вот как бы, да, есть где-то Москва, такой город, там много денег, это все. А есть вот мы здесь и никаких параллелей не проводят. По поводу каких-то протестов или негодований даже сформулированных, каких-то минимальных их нету, потому что люди не часто они вот эти причинно-следственные связи отстреливают. Понимаешь? И многие… Ну, они себе представят, это Москва, это далеко, это другое. Другой мир, другая жизнь. То, что это одна страна и то, что Москва высасывает отовсюду все соки, об этом редко думают. Как думаешь, почему? Мне казалось, что это очень простые логические связи. Я не знаю. Мне кажется, что просто по большей части люди так озабочены собственным положением в моменте, вот здесь сейчас, что не очень у них есть вообще время и ресурсы анализировать происходящее. Да и какое вообще от анализа что изменится? Потому что анализ неизменно приведет к тому, что надо будет выходить и протестовать. Понимаешь? А люди не хотят этого. Почему? Страшно? Страшно, да. Все себя чувствуют. Ну, вот эти все присказки, которые уже, не знаю, всем надоели, что «а что изменится?», а другие придут тоже будут воровать. И вот себя как бы люди намазывают этой историей, и она дает… ну, освобождает от ответственности, наверное. Я же правильно вижу, как выглядит Россия сейчас? Ну вот в очень поверхностном взгляде, но так. Москва – королева, богатая, сытая, с людьми, которые не могут себе представить зарплату в 10-15 тысяч в месяц, поскольку на эту зарплату вообще не выжить в городе. И вся Россия, где зарплата в пятнашку – это даже не так плохо. Да так и есть, да. Ну и, судя по всему, большинство все устраивает. Мне иногда там тоже пишут, что я вроде бы показываю вещи-то не… Ну, у меня есть какие-то картинки, вещи или какие-то сюжеты у меня там опубликованы не критичные, без крайностей, без вот этой социалочки, как говорят. И люди пишут «О, а где вот нашли? Где-то увидели? Это уже давно нету». И я в какой-то момент в статистику зашёл, у меня 50% всех людей в Инстаграме – это москвичи. Недавно я заметил, что чаще всего люди подходят с какими-то словами респекта по поводу моей фотографии. Ну вот там последние пару раз был в вагоне-ресторане «Сапсана». А в какой-то библиотеке полуразрушенной, он говорит «Вот, смотрим». – Провинциально. – Провинциально, да. «Видим, как вы ваши эти гранты отрабатываете». – Гранты? – Да-да-да. – А, типа с ненавистью к России? – Да-да-да. Что это? Меня там иностранцы наняли. Ну, видишь, я это объясняю тем, что просто люди, которые находятся в более… У которых вот этот базовый вопрос с деньгами, с реализацией работы решён, они уже начинают смотреть шире, смотреть дальше своего огорода на свой город, на свою область, на свою страну. А люди, которые сидят в этой библиотеке, они, как правило, не видят дальше этой штукатурки рухнувшей. Расскажи, как ты зарабатываешь. С некоторого времени у меня появился агент в Париже, хотя последние месяцы он мне не отвечает, это меня немножко уже начнёт тревожить, который занимается продажами. Вот такой Инстаграм и агент в Париже – это звучит очень забавно. Нет, слушай, у меня есть красивые картинки про русскую жизнь. Вообще надо сказать, что я когда в Париже первый раз был на выставке, мне столько раз там говорили про Толстого Достоевского, что мне так стало стыдно, я приехал и начал читать. Я понял, что у меня у самого огромный пробел с русской классикой. Не, много очень людей, которые в начале прошлого века эмигрировали, но не люди, а даже их бабушки и дедушки, но при этом они интересуются русской историей, культурой. Есть договорённость с некоторыми галереями, которые продают фотографии. Это какие-то приносят деньги. Продаются в большом формате? Распечатанные, да. Сколько это стоит? Фотографии стоят 600 евро, но из них порядка 70 процентов уходят агенту и галереи, и на налоги. И только процентов 30-35 я получаю как авторский. Много в месяц продаётся? Слушай, ну там не то, что продаётся регулярно. Есть продажи, когда есть какие-то выставки, где-то там в Париже или в Италии. И на этих выставках есть какие-то продажи. Ну так это всё потом аккумулируется. И где-то там порядка 35-40 тысяч в месяц приносят. Рублей? Да. Но ещё учитывая, что я уже давно перестал платить за поездки. Как-то это либо меня куда-то приглашают, либо удаётся что-то с чем-то сочетать. Ну мне в принципе достаточно. Сколько ты в месяц тратишь на жизнь? Ну вот 40-50 тысяч. Ты живёшь во Пскове? Да, я живу в Пскове. У тебя своя квартира? Да, у меня было несколько очень успешных выставок в Париже. Я купил квартиру в Пскове. Но ты понимаешь, что купить квартиру в Пскове… Примерно полтора миллиона рублей? Не то, что купить квартиру в Москве. Ну а съём квартиры порядка 15 тысяч стоит. Прям хорошая квартира в центре. Светлана, вы главная селебрити Пскова в последнее время. К сожалению. И вы подруга Димы? Ну да, друг. Он говорил «Светка подруга». Я не то чтобы отказываюсь от её почётной роли. Нам хотелось с вами поговорить про провинциальную журналистику, поскольку Светлана Прокопьева вся страна узнала после того, как машина, система решила перемолоть её за текст, где усмотрели экстремизм. Экстремизм. Пропаганду терроризма. Берите выше. А, пардон. До шести лет лишения свободы. Шесть лет лишения свободы просил прокурор. Просил прокурор, да. 500 тысяч рублей штраф в итоге ограничилось этим. Когда шло дело Светы Прокопьевой, ты допускал, что она реально может присесть на шесть лет? Был момент, когда ты прямо испугался. Ну под конец уже, конечно, это было очень страшно. Как со стороны выглядит дело Светланы Прокопьевой? Как то, за что можно привлечь любого журналиста в России. Любого. Абсолютно верно. Абсолютно верно. И для меня это дело развивалось как «ну нет, ну точно, здесь-то всё уже сейчас становится». То есть я думаю, проверка началась. А, нет, сначала были предупреждения Роскомнадзора. Ну ладно, хорошо, их и штрафуют, но Роскомнадзор распорим. Что, проверка начнётся? Да, ну не начнётся. Проверка началась? Да, ну дело не возбудят. Возбудили? Ну уж нет, ну закроют за отсутствием состава. В процессе следствия. Что, не закрыли? В прокуратуру пошёл? В прокуратуру закроют. В прокуратуру вернул он доследование. Вот, вот, говорю, вернул он доследование. Доследовали в суд. И вот это шло до самого конца. То есть когда прокурор заявил о том, что исправление возможно только в условиях изоляции от общества, и попросила шесть лет, я поняла, что логичный следующий шаг – это дать эти шесть лет. Потому что всё шло вот так вот, по нарастающей. Потому что на каждом этапе это было абсурдно, нелепо и не нужно вообще-то. И как бы тупо преследовать человека, который ни в чём не виноват вообще-то. Нифига не преступник, так-то я настаиваю на этом. И вот люди будут смотреть и думать, ну вот вы что-то там говорите про медиа свободная и всё остальное. Ну это же какая-то вот настолько второстепенная проблема, когда у кого-то зарплата 3-400. Насколько эти люди правы? Первостепенная для кого? Для них? Да-да вообще, для устройства жизнью людей в России. Вот так. Ну, понимаешь, если говорить о свободных медиа, и почему там они должны быть свободными? Ну чтобы хотя бы иметь возможность об этом сказать. Потому что… О чём? Ну о том, что вот есть люди, у которых зарплата 3-400. Ну представь ситуацию, что есть такие люди, но у них даже нет возможности о себе заявить. И мы не знаем о том, что такая ситуация есть. Мы видим, как всё неплохо из телевизора, из окна московской квартиры, например. О том, что происходит на почте в Псковской области. То есть по-твоему, между количеством холодных туалетов в России и свободными медиа есть прям прямая связь? Конечно. Потому что без свободных медиа, я ещё раз говорю, ты не будешь иметь критического представления о ситуации в своей стране. Понятно, что государственные медиа не будут говорить про… рассказывать про ситуацию с туалетами. Это новая газета, там будет три месяца собирать эту информацию, эти фотографии. Я, кстати, тоже запрос там получал. Ты фоткал? Я не фоткал, я до этого участвовал в пропечное отопление. У них была точно такая же история. Потому что сейчас даже очень многие люди… И я, кстати, уже не объединяю их. Я думаю, что действительно, возможно, если ты живёшь в Москве, если ты выезжаешь в Европу, или даже в Сочи, и видишь мой инстаграм, и ты действительно думаешь, кажется, что это фигня какая-то. Нет, такого же нет. И возможно, что эти люди не то, что они прям такие «Ах, он сука, блядь, показал наши эти». Возможно, они действительно думают, что такого нет. Возможно, они действительно думают, что это я на конспоративных квартирах снимаю. И судя по тому, что много людей из моих подписчиков удивляются наличию в автовокзалах в нашей стране, это говорит, наверное, о том, что у нас проблема с объективным освещением жизни в России. «Пусковская губерния» – это издание, которое публиковало исторический материал, материал про похороны, анонимные похороны пусковских десантников, который, по сути, стал доказательством того, что Россия участвует в войне на Донбассе. Это было сделано под вашим руководством? Да, как раз на те месяцы пришлось моё главредство в этой газете. Что происходило тогда в издании? Это же реально то, за что могут спрашивать и псковские десантники, и государство, поскольку это крайне важная тема. Да, это было, конечно, тревожное время. На самом деле удивительно, что именно наш Алексей Семёнов решил просто взять и проверить сообщение из ВКонтакте, которое тогда разошлось по всем сетям. А потом было проверено, если помните, как началось, что Оксана Кичаткина, вот эта жена погибшего, разместила объявление, что вот в 11 прощания, похороны, приходите проститься. Все такие, а, вот оно, доказательство. И потом тут же за место Оксаны выложили какую-то запись, что нет, вот мой муж жив, это был фейк, вот это всё не то. Какой-то пьяный мужчина говорил, что он вот этот вот, Леонид Кичаткин, никуда он не погиб. И все как бы выдохнули. А мы поехали проверить. Алексей Семёнов, наш журналист, поехал проверить. Вот тогда, собственно говоря, это и началось. Тогда, я помню, были такие, знаете, тяжелые реально раздумья, что вот, а мы сейчас Третью мировую-то не подтолкнем таким сообщением. Ну, правда. Потому что, когда о ней не говоришь, её как бы нет. А мы сейчас скажем, что она есть. И вот это, ну, это, что называется, до первой публикации. Как только мы это опубликовали, пошла просто работа. И к нам понаехали коллеги, к нам понаехали журналисты федеральных СМИ, которые тоже стали копать, тоже стали ковырять, искать эти же фотографии, эти же могилы. Стало гораздо полегче. Ты как-то участвовал в этом? Я присоединился в какой-то один момент, когда вот был инцидент с журналистами «Дождя», которых там что-то гоняли по полям. Говорили про то, что под сковом много болот. Много болот, да. Я с «Рейтерс» ездил, там был пишущий автор, и я фотографировал. Вот мы работали на кладбище в выбутах. Когда сошло, когда федеральные журналисты уехали, они уехали, а вы остались жить в городе, где десантник? Я тебе рассказывал о том, что одно дело, когда мы шли работать, на кладбище дежурили ребята, по всей видимости, десантники такие, которые прямо открытым тестом сказали, «Не дай бог ты пройдешь, тебе пиздец». Я с пишущим был, я понимал, что этот человек завтра уедет домой, а я останусь, и мне точно, наверное, будет пиздец. Ты прошел? Да. И тебе не был пиздец? Ну, это было так, как бы, секотливо. На самом деле, огреб. Зато Лев Маркович потом как получил это… Издатель Псковской губернии, политик Лев Шлозберг, на которого нападение потом было совершено, сотрясение мозга, краткосрочная потеря памяти. Его стукнули по голове, он лишился сознания, его увезли на скорую больничку. А зачем вы это делаете? Профессия такая. Ну, правда, вот этот вопрос был самым больным и самым острым вот как раз в то время. Вот делать или не делать? И потом, ну, просто вот ответ пришел, что называется, из учебника. Ну, конечно, делать. У тебя такая профессия. Ты журналист. Ты распространяешь информацию. Ищешь и распространяешь. Все. Дальше наша ответственность, извините, не идет. За последствия мы не отвечаем. Ну, это как с дворника спрашивать. Вот он подмел улицу, что стало плохо или хорошо? Вот стали трещины видны на асфальте. Негодяи. А под песком было не видно, например. Ну, его работа – подметать улицу. Наша работа – распространять информацию. Все. У тебя есть любимый русский фотограф? Я сейчас как-то дошел до такого понимания, что все-таки фотография – это средство для… Ну, это не есть какая-то самоцель. Это средство для того, чтобы сделать что-то. Вот интересны люди, которые для себя вот это что-то, главную цель как-то сформулировали. Но вот я могу привести пример Леши Васильева, который мне близок и который как бы однажды в интервью объяснил свою фотографию тем, что он хочет оставить картину своего региона. Он якутский фотограф и снимает Якутию. Он хочет оставить ее в истории. Вот мне кажется, это достойная цель. И достойная… достойная того, чтобы посетить этому какое-то время своей творческой жизни, а, возможно, и всю ее. Достойная задача. И интересно за этим наблюдать. Ну, я и сам отчасти занимаюсь тем же самым. Блин, мечтаю, конечно, о том времени, когда у других регионов России появятся какие-то… Как это сказать? Такие рассказчики. …бытописатели, да? Потому что в каждом, блин, регионе есть столько всего интересного и самобытного. Мне иногда спрашивают, а как вот вам южные регионы, а как вам северные? А мне даже неловко, потому что я везде настолько все по верхушкам хватаю. Как бы я не могу ничего сказать. А Лёха, вот он как бы, знаете, Якутий, да? Ну, то есть он… Он знает все там про культуру, про историю. Он занимается… Он сейчас делает съемку про якутский кинематограф. Это вообще… Ну, что-то настолько интересное и самобытное, да? И я вот думаю, что там пройдет 10, 20, 30 лет. У него реально будет багаж картинок, который войдет в историю, который будет в истории прямо Якутии. Наши потомки поэтому будут складывать свои впечатления и вообще вспоминать, смотреть, как это было. Круто же! Когда последний раз я ездил в Забайкале, там толпа пацанов из коррекционного интерната просто разнесли там камнями и арматурой отделение полиции. Забирали своего кореша, которого там в отделение посадили. Разнесли отделение. Пацаны из детского дома? Да. И там все ломали голову над тем, что делать, потому что их не привлечь, они несовершеннолетние. Ну и спускать тоже как бы такое. И вы с ними общались? Да, мы с журналистом там проникли. Вечером, когда уже вся администрация ушла, мы как-то через футбольное поле там пролезли, позвали старших и поговорили даже немножко. Старшие, в смысле, из этих подростков? Старшие, да. Ну то есть это 15, 16, 17 лет. Это уже блатной разговор был? Ну такой, да. Слеганса, да. Немножко. Но нет, на самом деле, меня вот что запомнилось, я думал, они как-то начнут пальцы загибать, дурачиться, но они достаточно спокойно держались, вежливо я бы даже сказал. Ну объяснили, что вот… Ну они перед этим там пытались как-то бесконфликтно договориться, чтобы им отдали, отдали, значит, их кореши. Вот и потом уже в качестве крайней меры схватились за камни и дубины. Ну так мы минут 15 разговаривали. О будущем вообще, ну о их жизни. И опять же, это ещё раз скажу, наверное, всё-таки связано с регионом. Нигде, кроме как либо там в армии, либо в преступности они себя не видят. Это два главных социальных лифта? Да, я думаю, там на Дальнем Востоке. Короче, за Уралом это действительно две возможности. А в армии их при этом могут не взять? Да, поскольку они из коррекционного интерната, там разные диагнозы у всех есть, могут не взять. Во многих случаях диагнозы можно снять, и мы нашим ребятам каким-то из коррекционки снимали. Если нет взрослого, который возьмётся, волонтёра или наставника, который потратит время, возьмёт личное дело, изучит всё это. Если нет такого взрослого, то им самим сделать это практически невозможно. А социальные педагоги, люди, которые там очень-то приставлены это делать, получают за эту зарплату, никак, правда, ничего не делают. Вот у тех, кто пролетает по Армейке, остается криминал. Ну или тихое бухание на пособие. Некоторые, у кого жильё есть, собираются стаями по шесть человек, все живут у одного, а остальное жильё сдают или продают. На эти деньги как-то существует. Забайкалье – это машина времени? Ну да. Есть места, где, мне кажется, 90-е не заканчивались. Я как-то ехал из Читы в Улан-Удэ и останавливался в небольших городах по железной дороге. Там есть такое место. Я в новости, когда зашёл, посмотрел, там каждый год убивают смотрящего какими-то изощрёнными способами. А последний раз его застрелили, потому что они там напали на вагон с военными ехал. Военные, короче, ехали. И они ещё на них напали по пьяной лавке, а у них инструкция – они их застрелили всех. И ты читаешь вот это в новостях, и вот там это как бы норма. И правда говорят, что вместо участковых и полицейских там смотрящие? Ну да. Наверное, если там про смотрящего столько новостей идёт, ну как бы очевидно, что это функция, которая там достаточно важна. Ты про таксистов ещё рассказывал? Нас вёз пьяный таксист. Прямо в дымину пьяный. Этот эпизод даже наш пишущий журналист включил в репортаж, он как бы дополнял описание места, куда мы направлялись. И как-то нормально себя чувствовал? Ну ты знаешь, просто уже в такие моменты ты отпускаешь, а что делать? Пешком идти? Пешком выйти на улицу – там не меньше шансов у тебя. на какую-то трагедию. Так хоть это быстро всё пройдёт. Дима сказал, что вы друзья, друзья с детдома. Всё верно. Ну даже не из детдома, скорее из интерната. После того, как мы вышли из детского дома, поступили в колледжи. Сколько лет вы были в детдоме? Я года три. Три года был. Со скольки до скольки? С седьмого класса. Седьмой, восьмой, девятый класс. И после чего вышел. Ну я с пяти лет до шестнадцати, до выпуска, соответственно. Ну это два Лёхи. Они у нас появились лет восемь назад. У нас это, имеется в виду волонтёрское объединение, которое в Пскове есть. Лет что ли с четырнадцати, наверное, они так были под нашим патронажем и наблюдением. Что такое русский детский дом? Раньше было хуже, как в принципе и в армии, как и в детском доме. И была дедовщина. Ну было и по условиям намного хуже. Сейчас там относительно кайфово. То есть я вообще последние года, и особенно уже после того, как выпустился, смотрел на тех товарищей своих, которые там остались, доучился. Я после девятого ушел, они остались до одиннадцатого класса. Им там купили ноутбуки, там поддержка спонсоров и так далее. То есть с Москвы. То есть ну в принципе там очень кайфово. То есть ну вот прям в прямом смысле. Не сказал бы вообще, когда я туда пришел, там ребят просто за плохое поведение или за плохие оценки отправляли в дурку. В настоящую дурку? Да. Я не согласен. Псковская Богданова. Реально ребята плохо учились, плохо себя вели и отправляли в дурку. А плохо вели бы просто подросткового возраста? Да, да, да. Ну просто, ну просто беспризорненький. Ну я не согласен с этим. То есть я такие ситуации тоже знаю. Мы же из одного интерната. Но там ребят отправляли реально отбитых. То есть они постоянно сбегали. Но это все равно не делают. Ну просто детей за то, что они плохо себя ведут. Ну их и не супер в дурку-то кладут. То есть Богданова, их там конечно на препаратиках держат, усмиряют их пыл. Но тем не менее, то есть это ну не какой-то там лютый пиздец происходит. Да пацаны выпили препараты просто чуваку, который там брыжит гормоной, которому там четырнадцать лет. Ну не знаю. Ну и в общем и целом как бы я был вообще не знаю. То есть ну да явно не в гормонах дело. Ну и соответственно у меня там еще была набоженная воспитальница, которая наказывала за то, что если ты не идешь ни в храм. Ну то есть там реально тебя удерживают, тебя просто выращивают как инкубатор. Ну такое себе очень неприятное место, так сказать. Ну такая я снял квартиру, которая в принципе не рассчитана на гостей, там на друзей. Ну просто мне здесь комфортно, вот я здесь сплю. Там я сижу, все свободное время провожу либо на работе. И ну как бы я прихожу сюда спать по большей части. В остальное время я работаю. А какая это чья фотография? Мои фотографии, мама с папой и да, Димина книжка. Димина книжка? Да, там даже я есть в ней на двух фотографиях. Ты ездил на АФП? Да. А в каком году? В шестнадцатом. О, я тоже был в шестнадцатом году. Да, я знаю, что там много кто был, но… На сете Пенда Лама был? Ночной, в последний день. О, мне уже, если честно, не помню. Там так все было расплывчато, что там все было круто. Я был на всех сценах и мне везде все нравилось. И мне даже было на самом деле не очень важно, кто там исполняет. Мне нравилось на Best Stage, GTA и Vivica. Очень понравились. А это папа и мама? Да, это вот фотографии. Я маму вообще не помню. Я ее последний раз видел в пять лет и не помню. Она меня очень много била, пила и вот все, что я не помню, фотографии. Отца чуть больше, он меня частично воспитывал. Он меня забрал от матери и уехали в ГДОВ. Ну, к его матери, к бабушке. И жили там. Но я учился в деревенской школе. Такая школа была, чтобы не ездить каждый день со всех деревень. Там был типа интернат. Вот я с детства был, по сути, в детском доме. Но вот этот интернат, из которого приезжали все дети из деревень, ну все домашние. Ну просто они там жили, чтобы не ездить каждый день. Там были мальчики и девочки. Ну две разные комнаты. И вот там было, конечно, даже я помню, что намного жестче, чем в детском доме. Потому что там была серьезная дедовщина. Там тебя старшие ребята обидят. Если ты пойдешь, пожалуешься. Ночью была условно темная. Но эта темная как? Она скидывалась в одеяло. И все ребята, которые находились в этой комнате, тебя били. Все обязаны были бить. И вот так там воспитывали. Ребятки, вы пара? Так точно. Давно? Да. Шесть с половиной лет. Ты из детдома, Даша не из детдома. Да, я из семьи обычной, полноценной. Как ты отреагировала, когда узнала, что она из детдома? Честно говоря, я уже не помню. Но я думаю, хорошо. Спокойно. То есть никакого предубеждения или чего-то еще? Нет, я очень лояльный человек ко всем. Я еще не знала подводные камни тогда. А какие подводные камни? А какие? Ну, например, забота о себе и мысли только о себе. Я так полагаю, что дети из интерната, они привыкают заботиться о себе и больше ни о ком другом. Эгоизм немного. Эгоизм, да. Огромный. Ты признаешь это? Да, да, да. А как это проявляется? То есть, сначала я, потом все остальные. Да, сначала я, потом все остальные, а иногда и не все остальные, а только я. Ага. Ну да, есть такое. Как-то прямо вот высоко подняв нос, это еще говорил. Нет, я к тому, что я понимаю в глубине души, что это плохо. И как-то не по-человечески, может быть. Но, с другой стороны, это есть и, возможно, да, пока я находился в интернате, это как-то помогало. Потому что ты прибежал там самый первый, взял себе самую большую ватрушку, больше всех сока себе налил. И вот, наверное, из этого всего вот так как-то и сложилось. А как у тебя родители отнеслись? Нормально. Тоже нормально. Сначала моей маме было жалко. То есть, она послушала эту историю грустную про интернат. Ей стало тоже грустно, она стала расспрашивать, а что, а как так получилось. Потом запереживала немножко, но потом привыкла. А отец когда у тебя умер? Он, короче, когда умерла мама, он начал выпивать. Ну, как бы, горе. Все равно он как бы ее любил, хотя он уехал от нее, потому что она пила. Ну, и она умерла из-за того, что много пила, и он начал выпивать. А потом, спустя какое-то время, умерла бабушка, но его мама. И он начал еще сильнее пить. И в какой-то момент, помню, что отцу плохо, я вызываю скорую. Его возят в больницу, и, типа, я остаюсь фактически один. Ну, типа, я в пятом классе, ну, пятиклассник, и я остаюсь в большом деревенском доме один. Ни мамы, ни папы, вообще никого. Ну, на следующий день приезжает, там, брат старший. И, ну, как бы, в итоге отец заболел. Ну, типа, у него крыша поехала. Ну, реально. Он... Потом брат уехал, и меня отправили в приют. Ну, поскольку брат не может за мной следить, у него нет никаких полномочий. Меня отправили в приют, я в приюте жил. А отца выписали из больницы, и он жил один дома. Разжигал костры в квартире, ну, в доме прям. И вообще меня не узнавал. Ну, то есть, я как-то к нему приехал из приюта, ну, на велосипеде. Приезжаю, а он лежит просто вот с такими пустыми глазами большими. Смотрит в потолок, я приезжаю, типа, пап, привет. Он такой, а, привет. И все, ну, типа, это последнее, что я помню. Ну, и, собственно, он... Его не принимали никуда, ни в Богданово, ни в какие спецучреждения, потому что он не сильно ебнутый, что ли, и не знаю, короче. И меня отправили в лагерь. И когда я был в лагере, мне тайком, ну, типа, мне парень сказал, ну, типа, мой друг сказал, что он умер. Но тебе просили не говорить. И я, условно, приезжаю из лагеря в приют, откуда меня отправляли. Я приезжаю, и все молчат. Ну, как ни в чем не бывало, со мной говорят, и у меня случается истерика. Я говорю, блядь, почему мне не говорить, что у меня отец умер? Ну, они такие, мы не могли, мы хотели, чтобы родственники сказали. Ну, там, условные родственники были. И, ну, в итоге, короче, я пока там недели две учился в седьмом классе, и потом меня в детский дом просто отправили. Чем ты занимаешься? Работаю. Что делаешь? Вариста. Кофе варю. О! Шесть, половина лет вместе. Да. Что, какие планы? Очень сложный вопрос, учитывая, что из этих шести с половиной лет бывали такие моменты, когда мы расставались, очень жестоко ссорились и расходились на какое-то время. Ненадолго, но расходились. То есть это мог быть месяц, там, полтора, потом снова сходились. То есть все было не суперидеально, местами вообще не идеально. Но, тем не менее, не, у меня в планах нет такого, чтобы там еще через неделю на месяцок свалить. То есть в последний раз, когда мы с Дашей сошлись и снова стали жить вместе, особенно после того, как она дождалась меня из армии. Это было не так давно. Это на меня повлияло в плане мыслей на перспективу об отношениях. Поэтому я допускаю, что свадьба возможна, когда, не знаю. И во многом еще, кстати, все от Даши зависит, потому что она на это очень не верит. Во что? Ну, в свадьбу, в меня. В институт семьи? Нет, она в это как раз таки верит. Но вот я знаю, что во мне она не на сто процентов уверена. Я бы тоже не был уверен в себе на сто процентов. Вот. Поэтому я ее понимаю, не виню. Как легко ты говоришь о своих минусах? Ну, если часто их слышать... Ты это просто воспроизводишь, да? Как диктофон, который включает то, что записано. Наверное, это хорошо, когда ты можешь про свои минусы хорошо рассказать. О чем ты мечтаешь? О семье. Дети. Девочку хочу. Хочу дочку. Собственно, все, наверное. Это, наверное, главная, единственная моя мечта. У тебя нет девушки сейчас? Нет, нет. Ну, и по факту, и как таковой не было еще. Ну, таких нормальных отношений не было. Как думаешь, почему? Просто не везло или что-то не складывается? Что-то не складывается. Видимо, я не тот образ жизни веду, не с теми людьми общаюсь. Наверное, это все-таки больше моя вина, нежели какого-то случая. Ну, представьте себе, это, в принципе, ненормальная ситуация, что ребенку нужны родители, а он воспитывается в системе, где родителей этих нет, где воспитатели меняются, где все меняется. Нет даже каких-то взрослых, с которых брать пример. Ну, у многих ребят наших есть проблемы с выстраиванием отношений каких-то долгосрочных. Потому что, когда ты постоянно наблюдаешь… Ну, там, воспитательница пришла – ушла, пришла на работу – уволилась. Ну, то есть, когда ты постоянно наблюдаешь, что вот такой поток людей… Волонтеры тоже как бы приехали – уехали. И когда у тебя нет опыта, с детства у тебя нет опыта отношений долгосрочных… Даже термин какой-то есть, да? Ну, это как нарушение привязанности, да. Поэтому это редкая история, когда парень после детдома так долго с девочкой, как Леха с Дашей. Да, да. В этом смысле они… Ну, я второго такого случая даже не вспомню сейчас так на скидку. Я много раз слышал, что ребятам из детских домов тяжело, потому что они привыкли, что за них все делают. И вот сейчас с тобой общаясь, у меня есть такое немножко ощущение, что тебе тяжело расшевелить, потому что ты привык, что откуда-то помощь и содействие прилетит. Я заблуждаюсь и наглею? Нет, отчасти это так. Потому что… Почему я не стал учиться? Потому что меня никто не будил элементарно. То есть пара с утра, ты такой, типа, нет. И все, и спишь. И так во всем. То есть где-то в большинстве… То есть сейчас я понимаю объективно, что если я не буду работать, у меня не будет денег. Если у меня не будет денег, то как я вообще жить буду? То есть тут уже вынужденные меры. Я иду, работаю, и тут уже не надо меня пинать в этом плане. А вот когда учеба была, я понимал, что ну не учусь, у меня нет 18 лет, меня точно не отчислят. Я понимал, что я защищен со всех сторон, я просто на них не ходил. Потому что мне в падлу просыпаться было, условно говоря. Поэтому в этом плане тяжело. Леха сам говорит, что он очень эгоистичный тип. Это как-то связано с тем, что он всю свою жизнь провел в детдоме? Ну, я еще раз говорю, видишь, в этом учреждении в принципе нет места. Хоть у них вот он… Я в разговоре слышал, он говорил такими терминами, что там семья, но у них не группа называется, а семья. Ну понятно, что это какая-то семья. Это как бы одно название. Просто красивое слово, которое применяют в группе, где воспитательница приходит, уходит, где в зависимости от внешних обстоятельств могут поменять состав детей и так далее. Не семья, это надо название. И просто это опыта сохранять отношения, чтобы как-то там идти на компромиссы. Вот понимаешь, нет такого опыта в жизни. Ну идти на компромиссы с близким человеком, да? Ну то есть там где-то там свое эго придушить, где-то… Понимаешь, то, что в семье закладывается, ну, в нормальной семье. Но все равно как бы многие ребята как бы все равно пытаются как-то интуитивно к этому идти, стремиться путем проб и ошибок, да? Но все равно… Еще плохо из интерната, когда ты выходишь, у тебя нет, не заложено вот это… Я не знаю, как правильно это называется. Ну, в общем, отношения с деньгами, их траты и вообще, ну, в принципе, понимание там, бюджет там твой и так далее. Потому что зачастую из интерната, когда ты выходишь, у тебя есть, ну, такая небольшая котлета, в 18 лет ты ее получаешь, сберегательная книжка, которая там заводится когда-то, алименты, пособия… У меня была маленькая котлетка там в 97 тысяч. У кого-то бывали они больше, у кого-то миллион. То есть он в 18 лет просто, ну, там, псковский миллионер условный. И вот он такой, типа, пошел, там, себе девятку купил, там, бабу завел, там, по клубешникам каждый день, и все, этого миллиона у него нет. И если бы в интернате была такая, такой момент, где тебе рассказывают, что деньгами не нужно вот так вот распоряжаться, что они, ну, сложно приходят, все-таки тебе приходится какие-то усилия прилагать, то тогда бы этот чувак с миллионом, он бы такой, типа, ну, я вложу его, там, элементарно, какое-то дело, какую-то там лавочку открою, кофейню и так далее. Они так не думают и не будут думать. И это очень херово. Вот у меня с этим есть... Потому что не умеют? Да, потому что они, ну, не понимают. И у тебя такая же история? У меня она была абсолютно, я получал стипендию 11 тысяч, и я такой сразу понимаю, так, бабы накормят на этаж ниже, что надо, шмотки, и все, шмотки, и немножко, ну, побухать там, ну, на тусовочке, и все, я просто день, и все, у меня нет сразу денег. Ну, бывает, да. А сколько в месяц вы зарабатываете, примерно? Я вот считал сегодня специально, я работаю на двух работах, поэтому одна такая больше подработка, там 15 выходит, другая тоже выходит где-то 15, но чаевыми выходит раза в два с половиной больше. 45 примерно? Короче, 45-50 вот так вот. Даже у тебя? Ну, это на дистанции. Мне 25 примерно. Несмотря на все проблемы, которые были, такая вещь, как любовь у тебя сохранилась, да, к родителям, судя по... К отцу, да, к матери я не сильно, ну, я на нее не обижен, ничего, ну, так у человека сложилась судьба, и не вправе ее винить. Они пили? А что у тебя с алкашкой? Ну, как и у всех, ну, периодически выпиваю, сейчас понимаю, что я по тем же стопам двигаюсь, но очень медленно. А, то есть ты иногда понимаешь, что у тебя прям проблема будет? Не, ну, просто я как бы, ну, понимаю, что, ну, типа, каждый день по бутылочке пиво пить, ну, мне кажется, что можно прийти вот к сорока годам к тому же, что и произошло с моими родителями. Почему не стопоришь? Ну, стопорю, стараюсь. Ну, я просто не вижу, что это сильная такая проблема, ну, вот сейчас на данной стадии, но как бы... Ну, возможно, да, он сейчас просто вахтой работает, мы не так часто видимся, хотя вот, ну, не знаю, когда в Пскове мы постоянно так были в контакте, я бы не сказал, что он же прям, может, он немножко драматизирует. Нет, так-то он работает, все это, но, ну, если говорить, может быть, может быть, есть. Ну, а с другой стороны, я, мы созваниваемся так периодически, мне кажется, в принципе, таким образом не только Леха там полстраны живет. Ну, что там, как бы, ну, они работают на непростой физической работе с мужиками, у них там бригада. Они с утра до вечера отработали, там, вечером идут на эту съемную хату, где у них бригада живет, ну, понимаете, что там пивка там рубанули. Посмотрели там, поговорили, ну, легли спать, потом опять чуть-чуть. Ну, как бы... А какие у вас планы территориальные? То есть вы хотите жить в Пскове или... Нет, не хотим. Очень хотелось бы свалить, честно, уже давно, но что-то, когда-то, какие-то обстоятельства всегда мешают. По большому счету, вот просто, если так ни о чем не думать, любой человек скажет, а что, сел, уехал, все, там, снял квартиру, устроился на работу и все то же самое, только здесь, ничего сложного. Только в другом городе? Да, только в другом. Но то работу не хочется бросать, то там еще что-то, то переживания. Я думаю, что... Как она у нас там с Дашей будет? А вот сейчас приедем и расстанемся в Питере. А нафиг это ей надо? И мне тем более. Я не знаю, что Даша по этому поводу думает. Есть, есть. Что Даша думает про это? Ну, я не уверена в Дашу. Я понимаю, что одна я не могу уехать. Ну, возможно, будь я свободна, я бы уже уехала, конечно, из Пскова. Здесь тяжело, здесь мало меня. Много места, мало возможностей. Но я понимаю, что я не могу уехать одна. Но и с Лешей пока не могу уехать, потому что не до конца уверена, что все будет хорошо, что все будет гладко, поэтому сидим, ждем чего-то. Да, сидим и ждем. Перемен. Нет ощущения, что перемен-то нет как раз потому, что вы сидите и ждете? Ну, возможно. Так, наверное, оно и есть. О чем вы мечтаете? Ну, давай, Даша. Ну, я мечтаю в море жить. В море жить и, наверное, семье какой-то крепкой. Мне не важно, будут у меня и дети, и сколько им будет. Вот. Просто хочется жить со своим человеком и на море. Обожаю море просто безумно. Я особо ни о чем не мечтаю. Из последнего, о чем я задумался, что надо бы как бы нормальную работу все найти и получить хоть какую-то специальность. Я подумал, может быть, там, барбером стать. Есть курсы, можно пройти. И, ну, довольно-таки прикольная работа. Общаешься с людьми, делаешь что-то востребованное, современное. Ну, вот в таком ключе. Но? Но ничего. То есть ничто, на самом деле, не мешает. Просто нужно отложить денег, уехать куда-то в Питер. Ну, потому что в Пскове есть курсы, но, я думаю, они не очень крутые. Куда-то в Питер, там, в Москву. Ну, просто нужно дойти до этого. А сколько денег нужно, чтобы учиться на море? В Пскове стоит, по-моему, в районе двадцатки. А в Питер, если? Ну, я думаю, раза в два-три точно больше. Ну, вот если представишь, что у тебя появились бы, там, эти шестьдесят косарей научиться, ты бы поехал? Да, да. Вот прям ты уверен, что бы ты поехал? Ну, почему бы и нет, собственно. Ну, здесь бы я, естественно, ничего не бросал бы, да? Это же курсы, я же не туда жить, уезжаю работать. Взял бы выходные на работе, уехал бы, отучился, вернулся. Здесь много барбершопов относительно для Пскова. Их там штук пять, а Псков маленький. Поэтому работа есть в этом плане. А давай на спору. Мы попробуем найти, ты узнаешь, сколько стоят курсы барбера в Питере. Мы как-нибудь придумаем, как тебе это сделать и проверим, уедешь ты или нет. Давай. Я думаю, что ты не уедешь. А я думаю, что уеду. Давай. Отучиться на… Вот так вот спорим. Договорились. Я вот недавно снимал врача в районной больнице. И он говорит, что 80% случаев, когда с переломанными руками, ногами, обожженные в больницу заезжают, 80% случаев – это всё на синей кобыле. Ну, пьяные. И только 20% – это какие-то действительно несчастные случаи. Я снимал вообще врача, когда они перевязку делали мужику. Тоже там мрачная история. Мужик по пьяни и от отчаяния, видимо. Ну, взял, облил себя бензином и поджёг. Бля. Зачем? Это белая горячка или… Мне кажется, не… Ну, не знаю. Они там как-то прикинулись словами. Ну, типа как вроде от безысходности. Ну, и потом врач тоже говорил, что это, в принципе, там… Не первый, скажем так, у него случай, что люди там просто от безысходности идут на какие-то такие крайние шаги. Люди так сильно бухают из-за бедности или из-за отсутствия смыслов? Да мне кажется, всё одно и с другим связано. Нет чего-то одного, значит, определяющего. Всё вот одно на другое накладывается. Ребята есть, ну, там в Пскове, правда, они домашние. Я вот помню, что они такие непростые. Там у них с малых лет приводы были, там на учёте состояли. И вот они пытаются работать сейчас. Но поскольку нет образования, нет каких-то возможностей. И вот мы иногда разговариваем, он говорит, блин, я не хочу обратно в тюрьму, не хочу воровать, но просто в виллу уже делать нечего. Ну, как бы на работе там они, как правило, это какая-то работа такая непрофессиональная, со стройкой связанная. Их там через науки дают. Не платят? Ну, не платят, да. Я с одной стороны вижу, что есть желание как бы, да, жизненство нормализовать. Ну, серьёзно, у них есть это желание. С другой стороны, просто возможностей всё меньше и меньше. И они все выдерживают это вот. Да, ну, один раз его кинули, второй раз он что-то там помыкался, не получилось. Ну, и всё это одно как бы, как с Нержинком там собирается, и опять они на улице. А кто и как это может решить? С той стороны это выглядит, ну, безнадёжно. Безнадёжно. Блин, я иногда сам думаю, что это вообще безнадёжно. Ну, а если представить себе, что можно как-то расколдовать это, то как расколдовать? Это, опять же, должно движение быть, ну, знаешь, по всем фронтам. Ну, например, как бы вот у нас, насколько я знаю, вообще, по-моему, практически нету организаций, которые занимаются… У меня сейчас один из воспитанников выходит из тюрьмы. И мы созваниваемся так, как бы я у него мониторю там его состояние, он вроде бы настроен по-боевому, но я при этом понимаю, что он когда выйдет сейчас, да, работы нету, как бы клеймо уголовника. А ещё это пандемия, да? А за что он все это? Кража, что-то такое. Кража, разбой. И я понимаю, что как бы это всё как раз на него навалится, ещё там он подбухнёт и опять на исходную. А вот у меня организации, которые занимаются, ну, поддержкой, да, таких ребят, которые выходят из тюрьмы, вообще их нету. Одна или две, по-моему, есть. Ну и какие-то типа там православные сообщества этим занимаются. А куда мы едем? В Кострому. Там один из проектов, который я уже давно поддерживаю. Нослежка для бездомных есть. Ты знаешь, в Петербурге есть такая организация. Вот. Но петербуржцы, им очень много людей помогают, они так вообще известны. А то вот костромские ребята, они не так известны. И хочется вот это как-то поправить дело. Ну, контингенты там самые разные. В общем, у них от выпускников детских домов, которые оказывается без жилья окончают, а какими-то стариками, которых тоже там обманули на жильё. Ну, естественно, есть тоже как бы люди, которые там злоупотребляют алкоголь. Ты десантник. Да. Ты служил в элитных войсках. И сейчас ты занимаешься бездомными. Это очень резкий поворот. Угу. Почему так? Просто я когда служил, отец вот с Александром Бяковичем начинал. Всё, отец мой уже. Вот этой зимой было 10 лет ночлежки. Как бы я пока служил, я видел, что отец тут работал, тут я ему помогал по ночлежке чего-то там. Вот. И когда я ушёл из армии, как бы, ну, надо семью кормить, грубо говоря. Я поработал тут, поработал там. У меня отец сказал, давай сюда в ночлежку, на полставки там, грубо говоря, там, у газели колёса крутить или чего. И у меня всё так удачно начало складываться. Мне всегда отец говорил, мой авторитет и твоя сила тебя ночлежкой приняла. Потому что тут до этого были тоже помощники управляющих. И они просто не справлялись. Потому что, извини, тяжело работать, когда тут 30 человек. Кто-то там из себя гнёт авторитета, а кто-то… Тут надо ещё психологом быть, понимаешь? Каждому человеку свой подход. Абсолютно каждому. Тут к двум людям поодинаковому не подойдёшь. И вот. И у меня опыт общения большой, как бы, с людьми. Потому что столько лет я в армии служил в мужском коллективе. И сюда я просто вошёл, как к себе домой. Тут никаких правил нет. Я всем говорю, ты сидел там 30-ку, я служил. Вот. Тут нет никаких правил. Тут одно правило. Уважай… Ну, соседей уважай. Как вот этот человек говорит, это мой помощник, не сворачивай никому кровь. Кровь? Да, никому не сворачивай кровь. Живи спокойно, никому не мешай. Это поговорка из тюрьмы? Я не знаю. Ну, Юрок, да, у него 20 лет за спиной. Разошёл со супругой, оставил ей квартиру в Ярославле. Приехал сюда работать. Жить было негде, обратился к ребятам, меня взяли. Сейчас вы работаете? Сейчас я здесь работаю, как волонтёр. А, как волонтёр? Я помогаю Роману, да. Одному действительно тяжело справляться со всей ситуацией. Как может так получиться, что жена может выгнать человека из квартиры? Она меня не выгнала, я сам ей всё оставил. Мы расстались. Можно сказать, что мирно. Ну, всё. Жилплощадь я оставил ей и уехал. Роман сказал, что здесь 80% из тех, кто здесь живёт, у них есть тюремный опыт. Да. Есть ли он у вас? Есть. Большой? Да. 20 лет. 19 с половиной, если точнее быть. Это один срок? Нет. За 6 раз. Лихие 90-е. Это кражи, грабежи? Вымогательство, грабежи. Вы в бригаде были в 90-е? Да. В Москве. В каком районе? В Октябрьском. Ленинский проспект. В 93-м году я освободился. У меня все судимости погашены уже. А, то есть с 93-го года? В 2003-м году я освободился в последний раз, и у меня больше судимости не было. Какие у вас планы? У меня? Да. Вот смотрите, вам за 50, вы здесь. Да. Для многих это прям приговор-приговор. Для меня это не приговор, для меня скорее это выход жизненный. Очень много в жизни греха было наделано. И вот тем, чем я сейчас занимаюсь, я доволен. Я искупаю то, что натворил раньше. Здесь сколько? 27 мест. Да. И сюда может попасть любой человек, который оказался в сложной ситуации. Ну да. Ну как бы есть свои ограничения. Допустим, вот Леха, он сюда вообще не должен был попасть в силу возраста. Но то, что у него физиологические особенности, я его принял. Как бы, понимаешь, у меня был опыт поначалу. Тут были люди там 30 лет, 45 лет. Я сюда пришел, мне было 25. И меня не ставили ни во что. Ааа. Потому что как, я там отсидел десятку, пятнашку, мне столько лет, отыщена, грубо говоря, да. И меня никто не ставил ни во что. Я принял для себя, ну правила такие для себя принял, что меньше 50 лет, если человек, ну просто так, без особой истории, я не беру. Потому что это начинается пальцы загибать или что, молодые. И моя политика такая, допустим, ты пришел ко мне, тебе 40 лет. Ты здоровый мужик, у тебя не инвалидность, у тебя руки много действуют. Иди работай, зарабатывай. Зачем мне тут охламонов держать? А те, кто без ноги и без руки, у кого инвалидность, то физически не можете заработать. Вот такие в приоритете люди, которым действительно нужна помощь. Или кто-то отсидел, а пока он сидел, его родственнички его отсюда выписали, это всюду. И он пришел просто в пустоту. Это у нас, скажем так, мини-кухня. То есть здесь мы принимаем пищу, готовим, то есть мини-умывальник. Так как воды нет, нам приходится воду на колонки брать. Это у нас сколько места, то есть скажем так. Ну, это мой рай. Здесь я живу, здесь я работаю и здесь я творю. Короче, женился неудачно, жена бросила, запил и оказался здесь. Почему жена бросила? Ну, скажем так, молодая, любит свободу, то есть не готова была к семейной жизни. Так а семейная жизнь разве не свобода? Ну, слушай, ей нравилось гулять, тусоваться, то есть она даже дома ничего не делала, то есть чисто, скажем так. Я приходил с работы, она уже бухая была, гуляла с подругами у нас в коллаже там и прочих местах. Изменяла, то есть мне это все, конечно, не нравилось, я терпел. Но в один прекрасный момент пришел с работы, она просто оставила записку и свалила. А кем ты работал? Я работал на Почте России сортировщиком писем. Ты получаешь пенсию от государства? Да, да, да. Большую? 13 800. И вкидываешь ее? Нет, я отдаю 4 тысячи именно за проживание, а там уже Рома сам, как говорится, рассчитывает куда от чего. А остальные деньги остаются у меня, то есть я трачу на себя, то есть. У меня ДЦП, детский церебральный паралич. При этом, как я понимаю, ты вполне обычной жизнью живешь с детства? Ну да, я и спортом раньше занимался. Ядро, диск, копье, легкая атлетика. Я правильно понимаю, что на бездомных жертвуют гораздо хуже? То есть в такой благотворительности эта история в хвосте списка? Возможно, есть такое, да. Даже элементарно. У нас в Костроме есть фонд, животным бездомным помогает. Вот стоят две корзинки в магазине для животных и для бездомных. У животных постоянно с горой. А вот как я уже говорил, что к бездомным относятся так, что сам виноват. Сам все пробухал, сам виноват. И это, понимаешь, вот это мнение, оно распространяется на всех, у кого вот этот социальный статус низкий. А у кого-то может ситуация не быть такая. Может, его подставили. Может, он, ну... Потому что общее мнение такое, сам виноват, сам спился. Вот. А не у всех людей есть такая ситуация. Я записываю на студии у знакомого песни, то есть своего сочинения. Музыку я беру там с пабликов с левых, но потом на авторство закидываю сам все. Дистрибьюцию делаю. Еще раз, как ты берешь музыку? Ну, смотри, беру просто с паблика, ну, фри, короче, вот эти биты, фри биты бесплатные. Да. Записываю трек на этот бит и просто потом уже делаю дистрибьюцию и авторские права на них делаю. Все, пацаны, вдохнули. Так, вот это ты подрезал у Элджея. Я не знаю, я просто взял бит. Так. Летние дожди смоют твои слезы. Сердце изнутри прокричит от боли. Но ты не пса, ты не позвонила. Хочет желать любовь, ты меня забыла. Слушай, ну в целом это как две трети русского поп-рэпа, то есть… Ну давай по правде. Так же плохо, но людям это не мешает выступать и собирать стадионы. Ну я согласен. Сколько лет ты служил? Восемь. Два срочно и шесть по контракту? Полтора срочно, первый полторашник и контракт. Но у меня без двух месяцев восемь. Ты служил в горячих точках? Да. Где? Ну я не скажу. Не скажешь? Кем работали до волонтерства? То есть у вас есть профессия? Кем я только не работал. И на стройке работал, и на войну съездить успел. На Украину. Три с половиной года там воевал. За наших, конечно. За Донбасс. Ну так вот. По контракту? Да. Я был в армии ДНР по контракту. Вы никогда не думали, находясь на Донбассе, что… Какого хрена Россия в это вмешивается, когда есть столько регионов со своими проблемами? Где люди умирают в таком же большом количестве, но просто не от выстрелов, а от бедности, от болезни, от того, что качество медицины на доисторическом уровне находится? Ну, этот вопрос, он всегда в России стоял. Он не пропадал, этот вопрос. Он не появился с началом войны на Донбассе. Он здесь был изначально. Он и при Леониде Ильиче Брежневе был. Еще, может быть, даже острее, чем сейчас. Он был этот вопрос всегда. Страна огромная, с ней надо справляться. Надо уметь с такой огромной страной справляться. И нужны люди, которые будут уметь это делать. Ну, у нас пока… Ну, я не вижу сдвигов никаких. Ни в лучшую, ни в какую сторону. Я делаю то, что я могу делать. По мере сил своих. Все. Судить кого-то о том, что получается, что не получается, трудно. Ну, бросать этих людей, которые сейчас там, я считаю, последнее дело. Последнее дело. Так, у тебя тут клип про войны, света и ополчения ДНР, ЛНР? Ну да, есть такое. А почему? Честно скажу, знаешь, в то время, это три года назад, когда это все начиналось, ну, не знаю, я за Донбасс, за Россию, за русских. Мне нравится это. У меня… Мой дядя, он в Москве живет. Так. У него есть дом в Воронеже. Честно. Ну, не в Воронеже, а в Воронежской области. Там все удобство внутри уже, все. Хочешь, говорит, едь туда, живи. Ну, я просто там от скуки и один. Для меня это… Здесь люди, здесь общение. Одному или там вдвоем с кем-то жить. Ну, скучно, грустно. А здесь тусовка? Ну, типа того. А что обсуждаете? О чем болтаете? Да, о разном. А о чем? О спорте? О политике? И о политике… Ну, и о политике так, это… В основном, о жизни. Ну, кто говорит? Плохо. Я думаю, что… Ну, не так уж и плохо. Главное, что на Россию никто так не открывает пасть-то. Ну, не смогут открыть. А в этом главное? И в этом тоже. А в чем еще? Ну, кто-то говорят, что денег мало платят. Это просто работать не хотят. Так. Если захотеть, то деньги будут всегда. Очень много людей угорает по теме войны на Донбассе. Я не знаю. Я для себя эту сторону жизни открыл в нашем с тобой приезде. До этого не сталкивался. Это так пропаганда работает? Или просто мы что-то не понимаем? С одной стороны, наверное, да, пропаганда. Потому что вообще это… Ну, ты заметил же, сколько там людей. А вот с этим уже я сталкивался гораздо чаще, что очень много людей топят за Путина, за действующую власть. Хотя казалось бы, да, они как никто другой должны видеть несовершенство действующей власти. А та ситуация прямо противоположная. А чем ты это объясняешь? Не знаю. Возможно, действительно люди как бы застали времена, которые еще хуже. И им кажется, что лучше уж так, чем вообще рисковать даже вот этим. Ну, отчасти это действительно пропаганда. Потому что если постоянно вдалбливать о том, что сейчас все плохое, что в случае смены власти все будет только плохо, что сейчас лучше, чем раньше, ну и так далее. Вот это все. Наверное, если только это один источник информации иметь, то будет такая картина мира. Ну, в целом, здесь все там поддерживают государственный строй текущий. По крайней мере, с кем мы общались. А можно представить, что придет какой-нибудь человек, который там с плакатом Навального, например. Он будет жестко против Путина, но попросит приют. Вы возьмете такого? Да. Ну, с учетом того, что он не будет тут задвигать свои правила. Мы принимаем всех. Но если он будет тут с плакатом бегать и говорить, что вот этот человек хороший, а тот плохой, то я его попрошу. Потому что у нас тут мир и покой. Мне спокойствие в ночлежке важнее всего. Ты помнишь наш прошлый разговор? Угу. Он там сказал фразу про то, что «ну зато…» «Зато мы выглядим со стороны, как вот красавчики». Это вообще для меня совершенно непостижимое. Я еще помню это со времен детства, знаешь, когда вот важно, как выглядит, как мы выглядим со стороны. У меня в классе там был один пацан, у него дома достаточно непросто было. Я помню, как-то он в крови пришел, ну, на урок прямо из дома. И учительница такая «иди, приведи себя в порядок». Вот как бы ей… Ну, она не хотела знать, что там было дома. Она хотела просто, чтобы вот выглядело все нормально. Вот он как бы умытый, все сидит. А что там дома? Ее вот прям… И вот мне кажется, это примерно та же логика. Почему это важно, чтобы все выглядело? Потому что если вот вроде бы выглядит, и всем кажется, что нет проблем, то, значит, в это вот можно и самому поверить. А что важно на самом деле? Ну, важно проблемы эти решать. И как бы не было болезненно с ними сталкиваться и признавать их наличие, без этого не начать их решение. Если пытаться все от них отмахиваться или преуменьшать, или фокусировать взгляд на другом. А вот посмотрите, как там. Ну, ладно, здесь так, а вот посмотрите туда. Ну, то есть пока не будет вот этого признания. Ну, признание проблемы. Это, в общем, первый шаг к ее решению. Это нам еще на реабилитации говорить. Ты воевал, занимался не самыми человечными вещами, а сейчас у тебя работа связана с милосердием. Не, я все воспринимаю так, как оно есть. Может, для кого-то и странно. Я каждому этапу жизни... Просто в один этап жизни, когда там с 18-25 лет, я себя видел чисто воякой. Я хотел быть военным, до пенсии потом. Потом я просто понял, что я уже не хочу этого. Я ушел и приладился здесь. Я понимаю, что я хочу быть здесь и помогать людям. Даже не ради кармы или как это говорится. Просто людям надо помогать. Просто за годы волонтерства и сотрудничества с разными социальными организациями я видел столько людей из самых разных. И знаешь, всех разные события в жизни приводят. И разные люди бывают. И ты уже в какой-то момент перестаешь просто как-то судить и пытаться объяснить. Есть, например, вот в том лагере, в котором я был в Пскове в 2007 году, куда я приехал, половина ребят были из Оксфорда. Местные деревенские все не понимали, какая причина побудить человека из богатой, сытой страны, как они себе представляют в Великобританию, приехать в деревню Псковскую, жить в деревенском доме, мыться на речке и работать еще с больными детьми. Слушай, а есть примеры того, когда люди уходили и у них жизнь налаживалась? Да, таких примеров много. Дима рассказывал про Наполеона. Это кто такой? Да, это у нас жил Алексей. Его прозвали Наполем, потому что он много лет в психушке был. Но он как бы не дурак. Он просто не до такого, чтобы все привыкли считать, что психушка – это конченный человек. Нет, Леха нормальный парень. Он у нас жил. Я когда устроился именно сюда работать, он уже жил. Он жил в кочегарке и топил печку. Примерно в это время он свою знакомую сюда привел, потому что знакомую тоже то ли выписали из квартиры, тоже черные риэлторы, и она тоже попала сюда. И где-то примерно года полтора они жили в ночлежке, и потом со временем у них завязались отношения. И Леха мне сказал, я, короче, уезжаю. Вот он устроился на три работы. Самое, что интересно, у него была вторая группа инвалидности нерабочая. И он, чтобы социализироваться обратно во всем, он снял с себя вторую группу, сделал себе третью, то есть он убавил себе доход. Чтобы устроиться на две работы грузчиком или чем, он начал снимать квартиру. Потом я узнаю, что Натаха у него родила. Честно, я был рад за него. Потому что Лехе на данный момент где-то 45 или 46 лет, а Натахе где-то 33-35 лет. А она тоже была без крыши над головой? Да. Они сейчас живут в Нерехте. Да. Это там, где мы с Димой встретились. Они купили там квартиру или... Да. Потом еще узнется факт, что Натаха беременна вторым. И когда она родила, у них материнский капитал появился. И Леха сказал, я надо покупать жилье, потому что на двух работах не получается столько такого дохода, чтобы и семью кормить, и квартиру снимать. Вот. На материнский капитал они искали много где. И дом, и туда-сюда. Мы ему помогали в поисках, ездили в разные районы костромские. Вот. И в итоге он определился с Нерехтой. Там трехкомнатная квартира с автономным отоплением в кирпичном доме. И... Сколько она может стоить? Ну там полмиллиона, что ли, 500 тысяч. А. Ну потому что там не сама Нерехта, а как бы... Рядом? Да, рядом с Нерехтой. И вот мы ему собрали вещи все и перевезли его туда. И он нормально живет? Да. Не бухает? Нет. Вот чего-чего Леха не бухает. И дети ходят в садик и... Да, вот. Нет. У него малой-то где-то два месяца, а сыну три года. И вот. Там все в садик, как положено. То есть люди, которые были бездомными, они обрели дом... И, ну что называется, вырвались. Да. Просто есть такие люди, которым нужно здесь побыть, чтобы выйти из отчаяния и снова вернуться. Потому что когда вот ты живешь спокойно, у тебя все хорошо, у тебя жена, дети, у тебя стабильный заработок. Не случается в жизни, что ты сорвался и ты все потерял. Ты просто попадаешь в отчаяние. И ты не знаешь, что делать. Именно в этот момент большинству людей нужно помочь, дать шанс все это переждать, перетерпеть, что все успокоилось и обратно вернуться. Если не дать шансов, человек может просто уйти вниз. Я как-то даже в Москве видел, как черные риэлторы вьются вокруг выпускников детдома. Схема же такая. Им дают квартиру 18 лет, но 5 лет ее нельзя продавать. Да. И вот когда эти 5 лет уже близки к исходу, вокруг них вьются риэлторы, которые там объясняют, убеждают, что да давай продашь, там будет деньги на то, на все, на пятое, десятое. И куча народу продает, потом, разумеется, этими деньгами распоряжается как-то неудачно и остается на улице. Это выглядит как вполне рабочая схема, причем я тебе более того скажу, что не надо даже там особо виться. Достаточно держать в поле зрения, поскольку многие ребята, я еще раз говорю, выходят без элементарных там каких-то бытовых навыков, то понятно, что устроить вот каким-то образом жизнь своим непросто. Если вот находясь в момент какого-то кризиса, появится этот чувак там, да, и предложит мутануть там что-то с хатой, да, вполне. Примерно такая история не только с выпускниками, а вообще как бы со многими социально слабыми гражданами происходит. И это тоже одна из причин, по которой в тех же ночлежках оказываются люди. Наш психиатр в областной больнице в Пскове, он как-то в разговоре называл Псковскую область питерским отстойником. Потому что люди, которых вот эти бабушки или же какие-то люди там социально слабые, да, у которых по дешевке скупают эту квартиру, они же не могут их выписать в никуда. Они в какой-нибудь умирающей деревне где-нибудь там под Печорами или где-нибудь в Гдовском районе, ну, покупают дом там, за 150 тысяч дом там можно купить. Ну, представь себе, квартиру продать в центре Петербурга, и там за 150 тысяч купить дом, туда прописать, и все. А потом как бы они оказываются, забухивают, и все неизменно оказываются в областной психбольнице, потому что как бы, ну, на фоне пьянки там начинается белая горячка, приезжает бригада, и все они оказываются неизменно вот у нас там на шестом вроде отделении. Ну, и просто вот, значит, я иногда тоже думаю, вот тогда я общался с врачом, который в травме, или же вот я с главврачом психбольницы общаюсь, вот ты представляешь себе, они живут и видят нашу жизнь, которую мы с тобой вот видим, там, ты так видишь, я вижу так. Они видят ее вот с той стороны. Вот сколько таких историй они видели, вот этот поток этих. несчастных стариков, как люди видят этот мир как бы из ночлежки, там, из той же, да, которые тоже видят этот поток брошенных стариков или там алкашей, или же каких-то, ну, сидельцев там, да. Представляешь себе, вот как в этой картине мира сохранить какие-то установки вообще, и даже ту же силу что-то помогать, там, что-то делать? Вот с тем врачом, вот который, послышишь, ну, то есть на пять человек, которые в травму попадают, ну, то есть четыре как бы по пьянке себе там пальцы, ноги ломают там. Это же через, спустя годы уже просто, ну, ты одного там починил, второго, третьего, ты же понимаешь, что это все. Не то, что зря, но, ну, то есть это как бы… Это вечно двигается? Это вечно, да. И как меня теряют? Не знаю, это для меня самого, ну, большой вопрос. Ну, вот многие люди, которые занимаются вот в той же ночлежке или же в… которые помогают неизлечимым больным, ну, это, как правило, люди, и среди них много людей религиозных. Обычные представления о добре и зле, справедливости, да, они не работают в этом. То есть, ну, вот знаешь, как говорят, что справедливость — это область дьявола, а область Бога — это милосердие, прощение. Вот, наверное, там, я думаю, люди работают на этих установках, потому что на других установках там просто не выжить. Ты верующий? Да. Вы церковленный? Ты ходишь в фрам? Ну, редко. Редко. У меня там свои представления. Я считаю, это все очень такой важной частью нашего… нашей культуры. Можно как угодно относиться к православию, да, и понятно, что там оно… РПЦ там — это не самое совершенное сообщество. Но вот, знаешь, я как-то ехал на… или как говорят, шел, ну, короче, на теплоходе по Золотому кольцу, и вот там в районе городов Золотого кольца ты в любой момент можешь выйти на палубу, обернуться, и где-нибудь будет торчать Маковка. Вот в любое время дня и ночи. И как бы, когда ты это понимаешь, когда ты это вот видишь, понимаешь, что, ну, столько поколений людей, они как-то с этим жили, ну, в это верили. Это нравится, не нравится, ну, это все равно как бы огромная часть нашей истории, нашей культуры. Я просто отношусь к этому с уважением. Хотя, конечно, к РПЦ там есть масса вопросов. Какие? Очень много там того, что мы видим, ну, явно не является примером того, к чему они призывают паству, все эти мерседесы. Как верующие верующему, ответь на вопрос, как на твою веру влияет репутация патриарха? Человека, который призывает довольствоваться малым, но при этом не выглядит как человек, который так делает. Это одна из причин, почему я редко в церковь хожу. Лёха, у него язык подвешен. Он живой, харизматичный, яркий тип, но он производит впечатление человека, который довольствуется очень малым. То есть он не активничает и не шустрит для того, чтобы что-то найти. Он нигде не смог доучиться, как я понимаю. Мы зарубились с ним по поводу обучения барберу. Если получится это организовать, он проучится? Я думаю, перспектива обосраться перед всем интернетом будет его стимулировать хорошо. Серёга, а ты видел? Вот такая крыша для того, чтобы барберам было удобно. Посетители… Я так понял логику. Только в таком правильном положении ты видишь девчонок. И поэтому выгибаешься. Длина волос сзади и сверху, соответственно. Нестандартная ситуация. Ну, во всяком случае, не банальная, что мы обычно стрижём. Соответственно, стригу я как удлинёнку или делаю всё как сайспарт, отделяя от покушки. Ну смотри, всё очень просто. Приступай. Сверху твоя задача – снять всё в равномерную длину. Лёха, сколько ты уже учишься? Два месяца. Как ты обжился, расскажи? Ну, как у меня режим был проживания в Питере и какой график. Три дня в неделю я учился, а потом я работал. Куда пошло работать? Ну, то, что у меня до этого момента получалось очень хорошо – это общепит. Официантом? Конечно. Поначалу очень растерялся. Я когда приехал на тачке сюда, это был блокар, я вышел на коменде и что-то у меня какой-то ступор даже случился. Типа очень много людей, хотя я и в Москве до этого бывал, и там ещё больше людей. Но всё равно как-то супернепривычно было это. Так, как Даша? Как Даша? В порядке. Приезжал к тебе? Конечно, и я приезжал в Псков. У меня же выходные были всё-таки. Как воспринимаешь, что ты тут тусишь? Я думаю, скучает точно. Возможно, иногда и переживает. Вот. Но в целом всё хорошо. Вот. Поеду скоро опять. Так как у меня обучение закончилось. Угу. У меня остался пока только рестик. Пока я новое место не нашёл, я съезжу на недельку в Псков. Что вообще про профессию думаешь? Насколько она тебе разочаровала или наоборот понравилась? Отношение у меня к этому положительное. Но сейчас я как бы, ну вот, хочу ещё чуть-чуть дальше развиваться в этом. Возможно, ещё какое-то обучение. Но это уже самостоятельно. Какие-то мастер-классы, курсы и так далее. Просто хочется быть чуть более уверенным в себе. Вот, например, сейчас я не чувствую этого. Прямо не сто процентов. Ну, в любом случае этого мало, короче. Это же просто обучение, оно закончилось. И всё. То есть какую-то базу ты получил в любом случае. Вот. Но я считаю, что маловато. Ну, по себе чувствую. Грубо говоря, идти работать сейчас – это в плане денег не очень перспективно. Сейчас хочется всё-таки как бы… В любом случае, как я уже сказал, собираюсь оставаться в Питере, поскольку я не собираюсь переезжать. То есть… Ну, а чё? Мне надоело жить там. Вот. И я понял, что здесь мне намного комфортней. Соответственно, буду оставаться здесь. Переезд, допустим, той же Даши сюда будет возможен только в том случае, если я буду иметь какую-то стабильную работу, зарабатывать, оплачивать жильё и так далее. Потому что Дашу я в хостел пригласить не могу. Ты живёшь в хостеле, да? Сейчас, да. Сколько там ещё на человек в комнате? У меня шесть. То есть это дорм такой, да? Это просто комната, как в общаге. И там три двухэтажные кровати? Три двухэтажные кровати, всё верно. Сейчас невыгодно идти, потому что будет маленькая зарплата? Ну да, будет маленькая зарплата. То есть на начальном этапе. Да и я сейчас не могу предложить салону любому, что я буду на потоке работать, стричь 10 клиентов в день, успевать при этом. Сейчас мои стрижки занимают намного дольше по времени, чем должно быть. От этого и заработок твой уменьшается. Лёх, ты попросил Вову тебе помочь? Да. Вова твой препод? Да. Почему? Что не так? Я испытал некие трудности. А чё? Ну, непривычно. Просто у тебя прическа, она, ну, супер как бы нестандартная. Все стригут. Ну вот, блин, как у меня прическа, как у Вова прическа. То есть у тебя именно этот момент с тем, что волосы сзади не выбриваются. На затылке, да, условно говоря. То есть мне вообще непривычно. То есть, грубо говоря, мы идем по верхней части, по прямой. Все ок. Начинаем спускаться вниз. И когда встречаюсь с объемом, ну, мне типа непривычно. То есть я привык к тебе. Так а попробуй. Чё-то не попробовал бы просто вкрив, вкос, ну, сделал бы как-нибудь это. Даже никто бы не заметил все равно. Ну и что? А я бы потом перестригся. Но зато ты попробовал. Ну, я пробовал и я пробовал. И сломался чуть-чуть? Нет. Ну да. Вот. Поэтому лучше Вова, а я посмотрю и запомню. Чё скажешь про Лёху? У Лёхи явно получается. И я, например, делю учеников на два типа. Те, у которых есть талант. Именно, то есть как бы, ну, изначально у них все получается. Ага. Ну, искра, да. И те, у кого есть желание. Это два разных типа. Вот. И, например, Лёха, как по мне, больше относится к типажу именно талантливых людей. То есть вот у него в руках заложено, скажем так, стричь. Ну, ему об этом лучше пока сейчас не знать. А то иначе корона будет на голове. Сказал, человек в метре от него находясь. Да я игнорирую это. Он уже все знает. Надо как в «Man in Black» просто стирать. Да-да-да. Сразу же. Лёх, ты красава. Ты красава. И на самом деле, если он не забросит это дело, то у него все получится. Так, сколько мы должны за стрижку? Нисколько. Зеро. Ты же модель. А, я модель. Лёх, половина стрижки здесь твоя, да? Ну, даже больше. Даже больше. Две трети. Две трети стрижки твои. Ну, класс. Две трети с половиной. Представляешься парикмахером полноценным через год, через два? Вот. Через год прям представляю. Но, типа, реально через год. То есть не через месяц, не через два. Может быть, кто-то скажет, типа, чувак, ты что гонишь? Я вот месяц отучился, все стригу, и я, блядь, красава. Ну, просто ты видел же, да, что чувак, который стриг здесь последний. Да-да-да. Он месяц учился, да. Я тоже, правда, не очень понимаю, как это возможно. Ну, то есть, возможно, у него таланты? Нет. Почему? Нет, это возможно. Но я, как бы, немножко другого хочу. Ну, типа, я хочу чуть больше, чем просто вот работать в барбершопе, там, стричь бороды и стрижки делать. То есть, я не знаю, я хочу настолько прокачаться в этом, с уклоном, там, не знаю, в какой-нибудь дизайн и все это, фэшн, фигэшн. Ну, короче, вот эту всю тему. Ну, еще и девочек хочешь стричь и красить, чтобы денег было больше. Да-да-да. Да-да-да. Все по-честному. Все по-честному, конечно. Да-да-да. Да-да. Ну, знаешь, у любого человека есть творческий период, когда, что называется, прет. Когда появляются самые яркие какие-то произведения. Но он, как правило, не вечен. Ну, у многих, да, заканчивается. Ну, я вот мечтаю о том, чтобы он у меня как-то продлился. И вообще, я еще вижу иногда авторов, ну, вот как тоже наш фотограф Пенхасов, он, прямо скажем, не молодой же дядька, который еще снимал Тарковского. О-о-о. И у него на площадке там работал. А сейчас он живет в Париже. Он один из членов Магнума, единственный русский в Магнуме. И до сих пор он с такой легкостью вообще перешел на телефон и ведет Инстаграм. Хотя обычно, ну, вот у людей, которые, да, в возрасте, они достаточно… им сложно переключаться на что-то. Я в себе даже замечаю, что я уже музыку, например, не так открыто воспринимаю, как раньше. Раньше я прям впитывал все отовсюду. Сейчас я уже как-то так… мне уже сложнее. Не подпеваешь ЛДЖ. Да, да. А сохранять вот эту вот остроту, ну, живучесть мышления, чтобы прям переключиться, имея там в прошлом такие вообще события, как там членство в Магнуме, там съемка «Старковский», переключиться и начать вести Инстаграм на телефон. Он снимает там на телефон. Круто, блин, вот. Наверное, то, о чем я мечтаю. Во время переездов рассказывал про то, что полюбить Россию за маковки церквей, в целом Волгу и прочее – это легко. А вот нелегко кое-что другое сделать. Ну, видишь, у тебя тоже даже как бы, да, мы когда начали в ночлежке, когда ты столкнулся с какими-то, да, вот, ну, вещами, ну, понятно, что, да, там люди разные. Ну, очень часто там сталкивался, что прям, ну, какие-то такие истории. Естественно, очень легко любить вот Россию такую абстрактную, да. И гораздо сложнее, блин, ее полюбить вот такую конкретную в виде, в виде конкретных ее жителей и представителей. Абстрактную ты имеешь в виду? Абстрактную? Видно Кострому с моста. Ну, вот Россия. Ты любишь Россию? Люблю. А конкретно будешь работать волонтером в ночлежке? Нет, не буду там, ну, люди не такие. Ну, то есть вот это, понимаешь, сложнее гораздо. Ну, и социальная работа, и вообще вот это все добровольническое, это же идет от какого-то сочувствия и, ну, и сострадания. Как и многие там, ну, люди убеждены, что человек там достоин второго шанса. Тоже я сам как бы человек не святой. И то, что мне там люди помогали и помогают, несмотря на что, я думаю, что так же эту эстафету должен передать. Привет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...